так вроде все запустилось ребят сейчас я буду проверять короче как сцены переключаются а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Третья хата пошла уже А здесь ничего такого нет Как будто собаки бегают Ну то есть как-то не продумано Что ли действует зерк Непонятно почему Так, сделал стоп-стартес я А, вот десяток пошла Заходят Бейн и Линги Ну что-то тут как-то вообще все плохо Холлинжер чемпион мира Явный, короче Взрывает все нафиг Бейлингами На второй собаки все сгрызли Детю рабочих печальная Дни какие-то настали Все сдохло, короче Наши войска Катакованы Роулки тут стоять Гэгэнчик Роулки тут стоять Так, что стоп-стартес сделал Люди все медленно собираются Смотрю Так, турнир Турнир стоял на Пять часов Давным-давно уже Лаверса Но что-то у них там На Гудгейме время вроде не пресено было Вот Вот Турнир 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 Так, Холленджер 1-0, вторая карта, вот, полуфинал, я так понял, у нас здесь бо 5 был, до полуфиналов бо 3, все, финал бо 7. Так, ну что, вторая карта. Холленджер против Меганайка, карта вторая, да, вторая у нас, а, Зерга, команда Зерга, из команды Зерга. Так, здесь фолленджер. Уже решил болинг баснуть, ребят, с мейна, как вы видите, газ пул, самый ранний 12-й, по-моему, 12-11, там, или 13-12, не знаю. Скорость делается, блин, опять сделается, а здесь что? Здесь 4 собаки, скорость еще пока не заказана, вообще непонятно, что Зерга хочет это сделать, потому что, ну, не скорости нет, ни роуч воронов, ничего нет, короче. Зато собак он строит много, сейчас Баллинг Несс будет готов, пойдут Бэйны, вот 4 Бэйненга Холленджер делают, тут у нас плетку пытаются Зерга заказать, королева на втором чудо была поздняя, короче, я не понимаю, почему, кстати, она поздняя такая была. Ну, то, что Бо-1 это, там, на Гудгейме бывает, там, изначально криво проставишь, как бы, и все, плохо там, короче, отображается, как-то. Так, ну все, взорвалось, ГГ, что-то ждем. Холленджер сгрызает все, это 2-0 очевидная, ну. Ха-ха, ну вот так, Холленг, как так быстро, чел, ну вот так, ну, блин, как-то. Это как Серега Гангстер в программе «Токсина ТМТ». Как, там, ему говорит, там, гранит. Гранит, короче, твердый камень или известняк, там, что-то как-то, ну. Относится ли там не гранит, а что-то там мрамор к известнякам, типа. А вот так, ё-ма-ма. Так, Элайза, что-то ждем, давайте прыгнем сейчас сюда. Аберс там стримит, я в другую прыгну, тогда он касс что-то там играет, смотрю. Давайте глянем. Касса, может, тогда. Надеюсь, сейчас отпустят, а отпишут. Аберс. Ну, да. О, да. О, да. О, да. Продолжение следует... 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 Так, Скиллос, кстати, почему-то отказался Играть... А, вот как раз вы говорите про это Да, Скиллос тщательно написал, что он не хочет играть Почему-то, я не знаю, почему он не хочет играть Хотя... Призовой неплохой, кстати, уже на этом турике скопился Ребят, народа маловато Зовите всех сюда, будем смотреть Это пока неинтересно Скоро схлестнутся, походу, Вердос со Стрэнджем И до этого еще там Люцифер, походу, с Вердосом схлестнется Култи идет по части сетки, где Неразим находится Юникс, Милка Вот Снизу Каз И Хеллрейзер встретятся, похоже, в четверть финаля Неизвестный поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает О Зинотрии Топорана, она началась игра Все по чесноку Если поднял, отгрузит баблы, дернул за канат и макака поймала банан Сегодня я гуляю Сегодня я гуляю И бабки не влазит в карман Попо поднял бабла Ух, стали другими дело, стали считаться со мной, знает Кто теперь я? Нормально В чем там прикол Вот Какой счет у нас? Кстати, вот, 49 Ну что, первый раз мужик что-то заговорил сегодня, да? Сколько мы сегодня успеем поднять бабла? Я успею Ребят, кстати, регьтесь на мой турик, который 6 мая будет проходить Будет там интересно стопудово, как бы Призовой явно тоже увеличится на какое-то количество бабла Кстати, почему-то я сегодня не вижу братка на этом турнире Он не играет Странно, это даже Вчера он второе место занял в турнире У Зерго У Зерго там, конечно, призовой вообще скопилось Хороший 30 с лишним тысяч Я уже стою почти 40 Уже точно я не вспомню там сколько было Близко 40, 38 там что-ли Или что-то такое Прям замечательный призовой фонд для турика онлайнового Надеюсь, еще будет Так Здесь пришел, ну, Килар и... Что-то у Кас тут проблема на мане Кас, в общем, мех решил сыграть Нафига он не сыграет мех, я не знаю Типа на Изичев Прокачу, говорит Кас Ооо, не очень выгодный телепорт Ну, кстати, телепортнулась хоть часть сталкеров Как бы, а то так вообще-то могли бы не тпчнуться Либератор в итоге минус Третий нектус хоть и делается Но 30 рабочих, а у Кас 45 И это печаль вообще Именно по количеству рабочих Сейчас здесь творится какая-то Цех у Кас заново закал Тут заезд геликов опять же идет Но тут третий нектус есть И их видно будет, как они заезжать будут А просто опять сталкером шел вперед Так, ну что, здесь до эпохи и все Устанавливает аж по три пробки Просто ничего себе Только вот бусты кинул А пробок-то что-то не заказал Смотрите, просто два буста в никуда Проходят Ну, если ты вот так вот и стак бустить Надо заказать сразу по две Везде, как бы И с бустами с трех нектусов Конечно, буквально там за минуту Можно пробок создать Не, ну, очень большое количество Как бы То есть пять их можно Пять их можно создать Без буста за минуту Получается Еще на 12 секунд строится, как бы Вот А с бустом это Семь с половиной В среднем, короче, с нектуса Сита-2 Что, сита-2 Погодите, это 20 пробок Может за минуту что-то строить с бустами При желании Так, пробка 12 Минут 60 Ну, пять пробок Ровно у меня Для меня казалось поменьше Можно за минуту успеть Получается С бустами с трех нектусов Это 22 с половиной пробки Можно настроить за минуту, короче Но буст-то стоит не минуту А, ну да, буст-то стоит не минуту Надо несколько бустов кидать-то Два раза подряд Вот там 30 секунд Сейчас действует А, 20 секунд, в общем Это надо три раза Во все нектусы кинуть бусты Это наш, что в каждом по 150 энергии То есть, это фантастика какая-то Здесь каз делает бустов Проту сзади заходят Танчики минут, кстати Циклоны Вообще, часть армии каза вообще дерется с пилонами Сейчас я смотрю Ну, слишком мощные циклоны Хлбаты уже выжигают всех рабочих на третьей базе Они просто здесь полный беспредел устроили Ох, еще и встали Так что зилы-то пройти не могут Просто дичь, короче, дикая Гэган, гэлортишит Это похоже, что это 2-0 касса Я не верю, что он проиграл первую игру И, наверное, это не первая игра, Вала, скорее всего, образ Уже началось все И, наверное, это не первая игра И, наверное, это не первая игра Так, ну что же Кто там с Люцифером у нас должен биться Так, Эрдос, Бэнк, Эскадова Хеллрейзер, Экзострайкер, это ПВП Я думаю, что к Люциферу неплохо было бы прорваться Только где у нас Люцифер-то? Либо кассу с Трондиру Так, реклама, если еще раз пильну, ребят Либо кассу с Трондиру А где Люциферчик-то? Либо кассу с Трондиру 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 Так, поехали Дальс Трондиру У нас ГМА что ли? Я чуть не понял Похоже, что да Я думаю просто у него такой же никнейм Батле. Рек-гениист, я помню вот этот дженнис. Не раз и сам с ним играл, оказывается, что вот оно как. Закрою все нафиг, короче, ребят, не забывайте подписываться на премиум, поддерживать меня и мой канал по возможности, не забывайте. Вот. Поехали. КАС против Стромдира, ГМЛа, получается. Нормальный матч такой нашелся, я бы сказал. Вот. Поддержите мой канал по возможности. Так, по фану сбор на сегодня я устроил. Вот, посмотрим, посмотрим, что соберется. Так сказать, поддержусь и здесь. Арктур тоже там идет и Ваня. Посмотрим. Посмотрим. Снизу Култи, Хеллрайзер, КАС есть. Ниразим. Сверху Артур, Ваня. Стрэндж Вердос есть. Средизем. Готов. Стрэндж Вердос. Стрэндж Вердос. Так, ну что Пелонгейт, Гасник, Скибернечка Ребят, Блэкпинк у нас Кас против Строндейра Строндейр запилил Касу Гас Один, то есть у Каса Сейчас Гас один надо будет убивать Потратить это Естественно время Пусть Варик начал стращить уже По этому газу А здесь Пелонгейт, Гасник, Скибернечка Застройка противориперная Вот она, Пелон сразу здесь ставится Снизу второй Нексус сейчас достроится Через адепт, опенингс, торгита Не наблюдаю Адепт, Вайлайт Ну, учитывая, что вар был заказан Если торгит обычно заказывают, то до варпа Это делают Пока Марик, здесь Гас будут убивать Адепт может сюда успеть прийти И начать напрягать, на самом деле Уже Каса как-то Но просто не собирается вперед двигаться Интересно, что здесь будет Будет это Даркшрайн Будет это Какой-нибудь там этот Глев или еще что-нибудь Я не знаю Ну, это в стиле Соса Пелонг Чтобы сюда Дарков прям варпать Но проблема в чем заключается В том, что, ё-моё Не надо пилон до Даркшрайна строить Здесь даже гейта нет второго, блин Вообще, что ты творишь-то Тут надо второй гейт было ставить Потом уже пилоны Вот этот Пилон строится быстрее всего Как бы, как здание То есть, ну На него вообще не надо Как бы ориентироваться На пилон именно На тайминг заказа А вот гейт, да А, здесь еще и второй гейт Не с блинком ли это Дарки Вообще Слава Далава Я здесь Так, ну что Тут отказ от Дарки Пришли, ребят Ну, это какие-то прям Нелепые Дарки Я вам скажу Причем Кас видел пилон этот Как бы Видит он и гейт Здесь новый пилон Сразу заказан Здесь делается чарж Здесь плюс гейты Что мешало, блин Гейтов добавить Здесь пораньше Поскрыть Не и пилон здесь сделать И Дарками нормально Ну, в принципе, Дарки Не зашли Здесь уже Не зашли Бык Аз Как-то их ожидал Получается Ну Здесь очень первый врыв Решает И продолжение важно То есть Как бы Если ты уже По факту Добавляешь чарж гейты То Навряд ли получится Пробить оппонента Своего Так Здесь у нас Дарк Подходит Ай А как он сдох-то Не знаю Я думал Что выживет В итоге Архон Они еще Слить Тупо Даже Как бы А можно было Хотя бы Архонщика Подслить Я не знаю Так 4-5-6 Гейтов Будет Убраться Дарк Идет За этим За циклоном Танк Гейт выбивает Ну Тут Гейт Гейт Но Пилон Тут Точно Выживет Я думаю Второй Гейт Доделать Так Здесь Зилты Налетают Хорошо Кстати Минку Выманил То есть Она Фактически Дамага Не нанесла Эта Минка Падает Бункерец Гейт Еле живой Ну живой Надо к танку Было идти Тут Что-то Танк Там Стебает Достебает Короче Зилты В итоге Так Что-то Разменялись Здесь Хер пойми Как Адепт На мейне Один Есть Танк Адептов Встретил Адептами Надо Помогать Зилатам Было Надо Как раз Зилатами Было Прыгнуть На бункер Адептами Залететь Под этот Танк Они Рано или Поздно Его Просковыряли Там Как Здесь На холде Рабочими Помогают Юнитам Своим Ну Лимит Одинаковый Почти Адептами Адептами До сих Адептами 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 Такое Такие Нападения По части Армии Сливают Не очень Как-то Так Пошла Атака Здесь Штурмовит Неслитый Вархонов Есть Уже Два Либератора Бункера 3д Пухи Все Вообще Масоку В мясо Улетает Что Просто Жесть Ждем Гаганщика Что-то Развалилось Вообще Все Просто Кажется Скан Укаса Отсутствует Поэтому Он и не Сканет Ничего Так Дроп На Амэн Очередно Даркшайн Можно Попытаться Было бы Сталкеры Прям Подроп Вархакса Бредово Вообще Вархакса Вп Пишут Просто Что Могу Сказать Видно Что Ну Видно Что Не готов Прото Сбиться В каком Плане Он не верит Видимо В победу Над Кассом Как бы В принципе Развивался Вначале Неплохо Но В итоге Лезет И все Это Получается В плане Исполнения Корявенько То есть Не продавить Никак Не продавить Никак Вообще Вообще Че Там Каста Где Там Ау Прогаю Нормально Нормально й Нормально И Нормально Нормально Тя Нормально Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, фотонки-грелки, кстати, здесь проход, да, не дадут никому спуститься нормально. Так, цеха села, ксм-ки попёрли. Мулы туда полетели, первые викинги готовы, можно подсагрить, попытаться грелочек. Так, заметил здесь, кстати, просто, что марики стоят у касса, там, может, туда полететь и грелками, и имеет смысл мариков словить. Минус один викинг, но грелки моментально викингов убивают, как четыре штуки. Они вообще просто их сжигают, даже без разогрева врубленного, но, ну... Один фиг, нужно просто быть аккуратнее. Пусть сейчас всё прервел, пусть лил. Пошли, ещё тут батарейка, короче, пытается, пытается что-то тут сделать. Ну, одно дело, пытаться, а другое дело, какие шансы здесь, вот, на успех в данной игре и... Шансы что-то сделать у пробца здесь. Они стремятся к нулю, потому что, вы видите, экономика печальная, она базовая, всё, как бы, тут риперы летают, напрягают вообще. Касс не постоял, порегенился, а пробки вообще не добывают. Чё просто сделают? Он всё хочет, чтобы пробки здесь стояли, а добывать то ресурсы будет вообще. Ну, тут риперы добьют, всё, чё-то грелки полетели. А, надеюсь, у кассы уже мариков пачки нормально скопилось, кстати. Касс контролируется, собирается их. Да, начался контроль. Викинги плюс марики пушат грелки, все нафиг, ГГ, пишут строндир. 2-0 касс, ну, понятно, ожидаемый результат. То есть у строндира ГМЛ на аккаунт, вот этого я не знал, на самом деле, что вот так вот. Артур, кстати, MC-дира у нас играет, интересно. Так, касс с френдом могут сейчас играть. Хеллрейзер со скиллером. Кто такой ЕЦВ Форейнер, типа? Что-то я вот не знаю, единственное, если честно. Ну, MC-дира с Арктуром, походу, уже стартанули. Я чуть не понимаю, мне Арктур вроде добавлен был всё время, а... Почему-то я его не наблюдаю, друзья. И, честно, не знаю, почему. Хм... Странно это всё. Так, MC-дира с френдом можно посмотреть, попробовать, например, ворваться. Тома... Смотрите. Тома... Продолжение следует... 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 Так, здорово всем, да все нормально тут происходит. Вообще-то правда туда-сюда люди ходят, то приходят, то появляются, то сваливают опять. Вообще мы что-нибудь дождемся, явно либо касс вернется, либо доиграет вердос, и я пойду уже стрейндж вердос стримить наверх. Пару получается. МСЗР, Артур, непонятно как еще там отыграли. Пошел он, да, о, касс вернулся, все отлично, значит ненадолго он отходил совсем. И это хорошо, конечно. Ну что, все готовы, походу, касс фрэнду у нас сейчас будет, то здесь игра, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну все, погнали, касс против меморифрика, меморифрик это фрэнд. У нас... ХФГЛ пишет касс, ГЛХФ пишет фрэнд, ТВЗ. Соответственно, ну пока засилие пропсов не началось, посмотрим, чё к чему. Хотя вчера браток законтрил неплохо, сегодня, возможно, кто-то другой законтрит. Вот. Опа, Стрэндж против Вердоса у нас тут намечается пара. Слушайте, может быть, лучше туда пойти? Здесь-то касс явный фаворит. Стрэндж Вердос. Стрэндж Вердос. Сейчас вот это интересно прям даже. ХФ. Стрэндж Вердос. Стрэндж. Я не знаю. Так, или посмотреть пока здесь Или все-таки Вердос Трэндж туда погнать Просто здесь потом Будет Касс против Хеллрейзера Возможно четверть финала Это будет очень интересно Так что А касса с Хеллрейзером давно Ой, не видел, может быть даже лучше Здесь посмотреть, как бы, не знаю Посмотрим, посмотрим Пристройка завершена СМ готов СМ готов Что на новенького? Так, еще то овер прилетел Куда-то непонятно куда Минус овер френду на ровном месте Достраивается ЦСшечка Все хорошо Прям Карта Блэкпинг Позиция Позиция 7 У френда 11 у касса Так, сыграл Миска Маликов Гелик и Старпурс Очень похоже Это на Хеллбатку С армором Прикольно Тут Лингов Каспар Да, пошло арморе Сколько у нас геликов? 6 есть Так Не понял А, 4 есть И еще делаются 2 Пусть сейчас Скоро будет 6 Так Короче Я выхожу-то отсюда Давайте к вердосу Сходим Здесь еще долго Наверное Каспар будет играть Вот Все-таки Это матч Который Был в финале Нашего турнира Лановского В Москве С Трэндж Вердосы Вообще Матч топовый Так Артур С Ваней Будет биться С Трэндж Вердосы 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 Продолжение следует... Так, ну что, смог CT, это кто это, Стрэндж что ли? Да, это Стрэндж, смог CT, синенький, красный у нас вердот получается. Я думаю, что КАС там сам стримит или кто-нибудь в той паре посмотрит, хотя не уверен, стримит ли там КАС или нет. Но вполне возможно, что да. Ну, полуфинала хорошо, хоть у нас по очереди... А, у нас еще и матч за третье место будет, на самом деле, должен быть. Вот, полуфинала, матч за третье, наверное, будет по очереди, скорее всего, ребят. Так, что происходит-то у нас? Зазорка там на премчике подписывается. А мужик что-то не разговаривает. Ну да, что-то мужик как-то странно работает в последнее время. То умирает, то опять как бы начинает инфу какую-то давать, озвучивать. Но не всегда. Ну что, Вердос Стрэндж, катализатор у нас, карта. Почему я сюда ворвался? Ну, потому что на нашем... Зазорк переподписан три месяца. Слушайте, на нашем лане это был финал, например, вот такой. Вчера Стрэндж отлетел от неожиданно от братка. Браток в финал Стрэнджа потеснил. Но все-таки Вердос против Стрэнджа это всегда прикольное ПВП. Вот, ну посмотрим, как сложится у Вердоса Твайлайт ранее очень. Очень такой Твайлайт ранее делается. У Стрэнджа абсолютно то же самое, кстати, на мэйне Даркшрайна. Интересно, блинки или что это такое будет, пока абсолютно непонятно что-то. У Стрэнджа блинк. А у Вердоса? А у Вердоса не Эксус блинк, походу. Спасибо, Батлнэтч. Да, не Эксус блинк. Ну, ущерб, конечно, Сталкеру продакшнам. То есть у Вердоса сейчас три. Сталкер заказан четвертый. У Стрэнджа четыре и плюс два шесть делаются. То есть еще третий гейт у Стрэнджа где-то делается на мэйне. Это три гейт блинк пуш и можно на самом деле его очень неплохо провести, как мне кажется. Потому что по Сталкерам будет явно на стороне Стрэнджа преимущество. Вердос ведь еще пытается и робо здесь сделать, как бы. Но с другой стороны хотя бы одна батарейка, вот если будет на втором Нексусе, то тогда в лоб можно будет переконтролить. Касс не стримят. Ну и ладно, кассы мы увидим. Еще касс Хеллдрейзер я потом хочу зайти. Просто главное, чтобы они не начали раньше, чем здесь у нас кончится этот матч. Но учитывая какие билды Стрэндж избирает, мне кажется, вот здесь не очень быстрый матч будет. Просто Стрэндж, ой, точнее Фрэнд Касс, там Касс фаворит явный, как бы, при всем уважении к Фрэнду, да, он там ГМЛ и т.д. Как бы, но не видно, если честно. Закрыто все нагло поустаново. Что мы имеем? Один из сталкеров против восьми у Вердоса Роба. Ну вот он Апса заказал, вместо Эморфа сейчас, например. Стрэндж до готовности блинка Вердосовского наламывается. Только посмотрите, ё-моё. Это больно. Это реально больно. Это реально больно. Сталкеров что-то здесь слишком много. Это очень похоже на 1-0. Ну, четко ворвался сейчас Стрэндж. Из-за того, что у Вердоса тайминг чуточку похуже блинка был, да, как бы, получилось переконтролить в ваншоте сталкеров. Да нет, здесь нечего ловить вообще Вердосу теперь. Странно, что он Эморфула не попытался ходить. Ладно, Эморфула, почему батарейки-то не было? Просто Вердос слишком поздно понял, что его ждет. И вы видите, что получилось в итоге Стрэндж 1-0. Быстро, четко, бескомпромиссно. Считаю, что блинк такие улынные. Так, именно так и надо реализовывать. Смотрите, Касса еще с Прэнджом до сих пор в игре, а у нас тут уже первая карта сыграно. А это я позже еще сюда зашел. Получается. Блинк так и надо реализовывать. То есть пришел, наказал и все. Блинк так и надо реализовывать. Ну и что они там сидят-то, я не понимаю. Прыгаю в игру. Пересоздали, что ли, чуть не понял. Зашел в игру. Отлично. Все, погнали. Все готовы, ребят? Ну, вердос что-то подзабомбил маленько. Ну так, на самом деле, темп игры такой, что я вот даже реально сонный был. Вот сейчас первая стадия в Турике в этом, а сейчас так уфигак и даже меня подоживило немножечко, я бы сказал бы. Поехали. Блинк, что за херка такая. Уж целых 20 минут рекламу не пилил, даже 23. Поэтому пилю рекламу. Помните, про блоги поддержите мой канал. Обязательно. Всем спасибо, кто так делает. Такс, ну что. Вторая карта. Блэкпинчик у нас. Два гейта кибернетчика у Стрэнджа. Увердос тоже самое абсолютно. Билды стандартнейшие. Увердоса один рабочий быстрее строится, чем у Стрэнджа. Он фактически на одного рабочего в плюсе оказался здесь. 23-22. Сейчас будут юниты там и там заказаны. Какие? Увердоса два сталкера и у Стрэнджа два сталкера. У Стрэнджа чуточку позже они заказаны. Но это не важно. Так, третий пилон конечно же на луграунде будет ставиться. Вот пошел он. Этот пилон важен еще для того, чтобы если отсюда адепты иллюзии посылают, например, ты пробку держишь здесь, чтобы их не пустить, у тебя есть вижен заранее, потому что здесь вижена не будет, то ты не будешь успевать нормально пилон ставить, потому что нужно еще, чтобы сотка минералов ведь оставалась, а не только твоя реакция, чтобы успеть поставить. Так, Вайлайт Стрэндж заказал. Будет отменять, интересно. Будет Майн Гейм здесь. Но это не отменять, это тоже Майн Гейм с другой стороны, что Стрэндж, собственно говоря, и делает. Ну не обязательно блин для давления в лоб делать, да, по этому билду Увердоса уже роба пошло. Просто Стрэндж будет абсолютно то же самое, что в предыдущей карте играть, но это будет не очень умномника, как мне кажется. Потому что Майн Гейм здесь уже подстраивается. А здесь, да, смотрите, 4 сталкера, 3-й гейм бустится, блин, то есть Стрэндж все-таки решил именно вот эту сыграть. Ну, если не продавить, что сразу же ГГнчик будет, что-то да. Я здесь, среди теней. Разработка завершена. Я здесь, среди теней. Так, ну что, посмотрите, что творится. Ага. Это не просто 3 гейта, ребят. Это 4 гейта даже, блин, код. Вот Стрэнджа Вердос сделал иммортала и делает призму. Вердос собрался в выходе. Слушайте, это может Вердосу сейчас игры стоить, то, что он такие выходы нелепые делает. Вердос видит иммортала прекрасно понимает... Ой, Стрэндж видит иммортала прекрасно понимает, что происходит. Ну, тут можно заулынить, как бы, блинк стал... Блинком иммортала. Что Стрэндж, собственно, игре и пытается сделать. Но он уходит под батарейку. Как же долго он живет от чертов имморталов. Стрэнджу пришлось еще раз даже блинкнуться туда. Это катастрофа, конечно, так уж начинать. Такой дичи, что и морталов не подрезать им так просто. Ну, Стрэндж перемещается сейчас. Батарейки кончились по лязалту за все это время. Очень странная позиция. Очень странная для Стрэнджа. Я бы сказал, не странная, а нахреновая позиция Гейта. То есть ты так вот... Надо было здесь пилон ставить, здесь Гейт. И еще один пилон здесь. И там уже было бы прям сюда варпить. Это очень сильно атаку ускоряло бы Стрэнджерскую. Так, Стрэнджер Сентри разбирает по имморталу. Тоже надамажил. Нахренам-то дал стрельнуть имморталу по стулкерам. Стрелять дал. Здесь у Вердоса призма летит. Он с двумя адептами перевернут. Ли они там эти два адепта, я очень сомневаюсь. Здесь у нас уже два иммортала. Короче, у Вердоса накопилось. Стрэндж укусит одного, укусит второго. Имморталы падают. Слушайте, это плохо для Вердоса, потому что больше у него юнитов нету здесь никаких ценных. Сталкер Зилок, но что это такое? Сталкера пытаются Стрэндж укусить. Вышел еще один иммортал. Накинул нормально Сталкера. Одного подрезал Вердосу. А здесь-то адепты, кстати, я неправильно на самом деле заланговал. Два адептов укусили хорошо рабочих. И в итоге Стрэндж без рабочих остается. Ему придется додавливать пытаться. А если Вердос здесь пилом поставят, батарейка уже энергии там норм накопила. Что-то, походу, не хватает Стрэнджу здесь силенок-то напродавить. А вот еще один иммортал вышел. Ой, как больно здесь скалки раз сжаты. На блинке не получилось подрезать до конца. Еще один иммортал устроен. Все, батарейка готова. Поля, иди сюда, перезаряжаются. Еще чуть-чуть энергии остается. Но куда ее деть, эту энергию? Но она потратится сейчас на следующие атаки. Ну и все, иммортал уже не запокусить. Слушайте, Стрэндж был близок к тому, чтобы продавить. Но так, он до сих пор близок к этому, потому что имморталы падают стабильно. А без имморталов драться вообще нечем. Вердосу, ребят. Прямо под батарейкой Стрэндж наглеет. Просто идет вперед и выбивает эмоф. Я бы сказал, это нагловато. Выманил щиты из эмо. Сейчас очень четко понимая, что со щитами его точно не минуснуть. Тут пробка снизу тусуется. Зачем она снизу тусуется? Эх, это пробка. Опять блинк агрессивный. И в иммортала на один удар остается. Не ведет Стрэндж. Вот если бы сейчас этот иммортал упал. Кувердос. А, у него уже новый готов, кстати. Вот что у него. Вообще вот сюда постоянно одного удара не хватает Стрэндж. Что за херь? Еще одного иммортала пытается продрессать. Я вот не понимаю. Я когда такие блинки агрессивные вперед делаю, у меня все юниты вообще моментально просто разваливаются. И все по дымам из Толкира. Стрэндж умудряется под их ударами еще там что-то отводить, блин. Куда-то. Наконец-то иммортала зафокусил. Раз, два, третий. Правда, строится. Опять же, Сталкеры. Понимаете, тоже Сталкеры. Все не уходят. Вот тут же потери. Семь иммор Стрэндж убил там. Вообще жесть, сколько он убивал. Увердос потери больше. У него экономика лучше зато, чем у Стрэнджа. Так, и тут у Сталкеров на Зилы так ни в коем случае нельзя отдавать. Стрэндж отдаёт на Зилках. Сталкеров это перебор. Зря Стрэндж рабочий, кстати, не восстановил. Сейчас. Так. Что Стрэнджа? Ну, надо заходить что-то. Увердос пытается за счет има отбиться. Но отбивается, да. Тут нечего ловить уже Стрэнджа. Это значит, что не хватает у него. Стрэнджа, вот фресов. ГГ, затянулся все, пусть. Ну, вот такие бывают игры, я помню. Подобные игры еще более случались у меня, как бы лично. Хорошая ППП. Кажется, Касс уже с кем другим играет? Или он с Хеллрейзером уже играет? Так, Эльмага Неразима нагнул, что ли? Прыгаю к Вердосу. Арктур Ваня будет с победителем играть Стрэнджа Кул... Стрэнджа Вердос. А, погодите. Стрэндж Вердос победитель вот этой пары будет играть с победителем Ваня Арктура. Я что-то заговариваюсь. То есть, вот, Хеллрейзер с Фрэндом Эликасом будет играть. Милка Эльмага будет с Култи играть. Вот такие вот пироги. Такой напряженный пуш был, я бы сказал. Стрэнджа Култи играет. Стрэнджа Култи играет. Так, ну что, 1-1, третья карта решающая вообще. Ну что, красненький Стрэндж. Затон у нас 11 часов. 5 часов Вердос и пропускаю первую минуту в ПВП здесь. И, собственно, ГВА. Вот, в отличие от других матчапов ПВП, ну, то есть, можно как этот. Ну, как, собственно, и с тираном Пилонгейт Гаснеку с Кибернетчика. В Роттердаме, помните, там тот или кто-то давно показывал, он на клаве жмёт, там у него забинжено, короче. В какой-то программе специальной ещё кнопочку какую-то. У него там фраза забинжена на разные. То есть, можно сидеть, даже не разговаривать иногда. Бах, там, нажал. То есть, можно начальную стадию игры. Там процесс стандартно. 2 ГИТА, Кибернетка, 2 ГАЗа. Оба, например, хоп, жмёшь, сказал, как бы. Потом ещё на какой-нибудь стадии что там происходит. Вот. Так же и в любом матчапе можно просто вначале повыгорать, как бы. А в ПВП, ну, вообще сейчас не играют, кроме двух ГИТов, в опенингах никаких. Дальше, да, дальше Робот, Вайлайт, Старгейт. Там столько разбросов идёт, но уже после вот двух ГИТА. То есть, одного ГИТА вначале я не наблюдал никак особо там сейчас. Нексусов первых, каких-то ранних Нексусов. Вообще нет ничего такого. Так, вот. У Вердоса Сталкер-центриабил. Такой надёжный, с разведкой решающий. Старгейт. А здесь Проксироба у Стрэнджа. Так, два ГИТА Проксироба. Ну, будет либо третий ГИТ, либо АХЗ. Что там будет? Интересно, что у Вердоса Оракул. Да, Оракул заказан. Как бы Оракул это хорошо, но он... Оракул вот этот Пуш с Имортлым вообще ни разу не контрит. Почему? Потому что против Оракула одного силы выше крыши, чтобы сбить его, да, как бы. Там несколько Сталкеров. А вот как убить Имортлого и АХЗ вообще. Четыре Сталкера вперёд идёт. Стрэндж Робоба... А! То есть это ещё и однобазовые дестабилизаторы. Охренеть просто. Вот это вот я не знаю на сколько. Так. Оп, Иллюзия. Минус крайне неприятный момент. И пробочку. Имортлый минус. Ну, надо сваливать. Может, с Нексуса на ХГ? Или Вердос решил, что он... Как он решил? Я не помню, как он здесь отобьётся. Так. Пошли дестабилизаторы. У Вердоса два Оракулы. Они в контратаку летят. Вы только посмотрите. Ну, а что? Правильно. Здесь, если уничтожить экономику, то Стрэнджу очень тяжело будет, на самом деле. Здесь Вердос... Ух, три батареечки. Вердоса пилёт. Здесь в рампе есть тоже две батарейки. Ой, не в рампе. В минеральной линии. Оракулы залетают сюда, к Стрэнджу, как бы. Адептов в итоге отбил. Еле-еле Вердос. Начинается жарива тут Оракулами. Очень много сожжёт Вердос. Прям нереально много. Надо в пробок бить. Что ж это, Вердос не попадает? Фокусу? Куда ж ты бьёшь, что-то, не понятно. Вердос. Вердос, Вердос. Что ж ты делаешь, что-то, ё-моё. Всё, конец здесь. Так, Икс Фокусу, 36. Рай, чатик. Ещё сидим, Серёге, на пивас. Шлыки по чуть-чуть вольём. На пивас не надо. А вот на шашел клонирую я как-нибудь. Завтра, послезавтра, сгонять. Эт, да. Спасибо за поддержёт всем. Волткрофт, привет. Меня надо на Гудгейме искать чаще, как бы. А так и Твич, и Ютуб есть. И стрим из игры, то я всегда, как бы, есть и на Твиче, и на Ютубе, и везде. Но, к сожалению, не все турниры из игры получается постримить, старики. Это печально, конечно, но а чё делать? Так, пробиваются гейм. Стрэндж лоу-граунда вернулся напрягать. Здесь три пеникса сейчас будет. Есть грелка. Есть оракул сзади там где-то. Но вот этот юнит, он может просто одним залпом по земле перевернуть всё вообще. А, так можем здесь стабилизатора поднять, действительно. Чё-то Аквердос тут сейвится, я не понимаю, сидит. Ему уже, по-моему, надо идти отбиваться. Вот чё вот они, феникс, идут? Зачем они нужны были, если, блин, дестабилизатора некому сбрить вообще больше? Лечится грелка, просто дичь, короче. Телепортируется домой Стрэндж. Но у Вердоса всё прекрасно. Пять фениксов, всё есть чем вконтрить. Понял ли Вердос, откуда всё идёт сейчас? Вопрос, конечно, да. Он не понял, но он в контратаку уйдёт. Ну, тут, кстати, правильно, что в контратаку Вердос идёт. А вот, начал проверять. А вот и найдено, короче, пробку всё это. Свою грелку давай, да, побомбим. Сан-Вердос. Слой Вердос. Пилоны падают. Стрэндж получается оплай-блок, но ненадолго. Так, здесь пробочка просто идёт. Пробочка минус. Ревелэйшн. Сан-Трю минусовать с ценой феникса одного, как минимум, я думаю, не стоит пытаться. Здесь всё убито. Здесь Нексус пошёл, второй делается Роба. Ну, с Вердоса всё просто прекрасно здесь. Начинают фениксами пробок отхарашивать. Ну, минусную пробку пробок несколько. Короче, Стрэнджу надо в атаку идти, а как он пойдёт? Здесь прокси всё уничтожено, и ничего не сделать вообще. Наводку-то. Вот, целюхой Москве побьём. Маленько. Ну, вот. Ну, а это будет ближе к 12-му числу. Я здесь, среди теней. Да сегодня все вялы, о чём. Все деньги на праздники потратили, походу. Так. ВК-группу в описании канала всех, ребята. Везде всё есть. Короче, ребят, на всех каналах, короче. На всех каналах. На Ютубе есть GoodGame Twitch. На Твиче есть Ютуб GoodGame. Есть ещё резервный плеер одноклассников. Как бы, у меня здесь на GoodGame показана ссылка, короче. Но это когда только GoodGame один рублен. Кари стрим идёт, там он лажен, этот плеер. Есть везде, короче, реквизиты, там, если поддержать кто-то хочет. Понизу под плеерами всеми, как бы, основные. Ну и всё, короче, там инфа есть. Смотрите, как бы, да, подписывайтесь. Стримов будет много в ближайшее время в любом случае. Но апрель какой-то мощно-плотный такой был. Надо будет отдохнуть мне немножечко. Так, Стрэндж идёт вперёд. Есть дестабилизатор. Где у Феникса? Должны его законтрить сейчас в этом замесе. В общем, вот, минус два Сталкера. И Мортал еле живой тоже, но он выжил. Ни хрена себе, полечи, Овердос лечит. Поля восстановились. Так, полетает Феникс. Сталкеров надо поднять тоже. Дестабилизатор падает, наконец. Сэнтю можно поднять, Гвардиан там законтрить. Овердос уже Даркшрайн делается. У Стрэнджа, кстати, роба нет. Овердос понимает, что у Стрэнджа слабейшая экономика сейчас, как бы. И он будет пытаться именно давить блинком, а не роботик сделать, да, как бы. Так, ну что, плюс гейты. Овердос, что нет, пилон на карте. Вот. Где в ВКонтакте. Ну, в ВКонтакте есть плеер, да. Я думал, как бы, что там, как он работает, даже не разбирался. Вот. Надо, ну, запариться. Вообще, как бы... Вообще, как бы, можно, да, и нужно в будущем, наверное, заморочиться, чтобы еще и контакт шел, как бы. Ну, КЗ, я даже не знаю, как там все это работает реально, блядь, технически. Вот так вот. А так, всегда КА-стрим есть, это на Гудгейме происходит, так что на Гудгейме подписывайся просто. И в группу ВКонтике там анонс увидишь вообще. Коньяком на всякий случай. Звучит, как приговор просто. Ну, или, типа, там, литр коньяка, воды много. Вот. Оставим на завтра часть. Тоже звучит, как приговор. Такая схема. Так, 70-100. Короче, здесь прохарашил Стрэндж. Ну, здесь уже чарж. Дарк приходит на вторую. Дарк приходит на мейн. Ну, все, пишем ГГ, выходим. Первую карту Стрэндж взял. Дальше что-то не портануло. Стрэнджу как Севердос. Уверенно здесь победил, по-моему. Пока не сдается Стрэндж. Не знаю, почему, кстати, он не сдается. Но... Тут уже нечего ловить. Даже если в лоб он там что-то пробить бы смог бы, то... Это был бы Геген Чичик. Каст 2 минуты в какой-то игре. Да, Хелл Райзер Кас. Скул Ти с кем у нас? С Милкой, да? Так, ща, погодите. Надо Аверсоканал взять. Так, Артур 2 минуты, все в игре. Редактор субтитров. Так, что ваша... Побой. Я не знаю, как у него. Аверсоканал липс. Аверсоканал. ˋ. Я не знаю. Я не знаю, что... И... Так, ща мы аверса посмотрим, короче. Не знаю, видит ли он этот. Ё-моё, а мне же сцену переключать, это просто ща зависнуть всё может. Ну ладно, попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, блин, опс, короче, завис. Нафиг, я, короче, оставлю тогда на этой сцене сейчас. Пусть будет тогда не из игры захвата. Захват общий, как бы, чтобы сворачиваться можно было бы. Потому что, ну, это дичь какая-то, нахер, как бы. Уже перегружаться поздно, потому что запись выложена... Ну, точнее, запись, точнее, собьётся. Вот у нас касса Хеллдрейзер, я очень хотел посмотреть этот матч. Ну, что-то Хеллдрейзер двумя адептами очень сильно касса напрягает, я смотрю. И у него прям неплохо получается. Продолжение следует... Так, ну, тут я смотрю. Адепт его оракулы, что-то пришёл, Хеллдрейзер понапрягал. Но у него что-то особо ничего не получилось у него вразумительного здесь делать. Третий Нексус у Хеллдрейзера. Всё чётко пока, очень чётко у него. Так, секундочку. Рекламу перельнул. Да, помните, про злоги. Поддерживайте меня, мой канал, по возможности. Вот. Спасибо всем, кто так делает. Продолжение следует... Касс продолжает копиться, ребят Там плюс 5 гиитов Вообще-то у Кассы сейчас выход какой-то Походу будет У него боевого лимита много Но пока он идёт, там уже Хилдрейзер успеет наварпать У него дофига, и походу у него всё хорошо будет Так 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 Так, там уже полуфиналы Собираются стартовать, насколько я вижу Но рановато Стартовать полуфиналы, ребят Ещё я как понимаю Дробщик отказ На мейн идёт Ну, у Хилдрейзера всё здесь везде Прикрыто вроде как Так Да, как бы и всё плохо очень По лимиту просел По рабочим тоже проседает По грейдам скоро просядет Короче Так Указка Сверху Слушайте, лимит-то у кассов прям такой мощный, я бы сказал бы. Минок вообще до хрена. Либератор есть один даже здесь в миксе. На минке Хеллрейзер. Куда он там? Ой, как прилетело по сталкерам люто. Сейчас, слушай, это жесть. Вообще Хеллрейзер просто разваливается здесь в сталкера его. Минки еще ближе идут кассовские. Копаются. Не у всех есть Вижен. С плэшом чуть медиваки свои не сбил. Это жесть была. Ой, какой еще залп по варпу зелков. Это провальный варп зелков был. Ёма. Сейчас, оказывается, что Хеллрейзера-то забреет здесь, походу. Не? Так, оказывается, что Хеллрейзера-то забрали. Так, интервью. Так, ну тут КАС победил, ребята. Пришлось мне уйти, потому что, ну, надо в игру было попадать, как вы поняли. Ну все, теперь я из игры, теперь можно посмотреть нормально. Как же там минки на варпе просто все аннигилировали. Жесть какая-то вообще. Не, я хотел, чтобы Хеллрейзер меня просто в Скайпоинт. добавил бы меня в Скайпоинт, чтобы интервью послушать-ка его. Так, ну что, вторая карта КАС против Хеллрейзера. Четвертьфинал. Один полуфинал уже известен. Это Арктур против Вердоса сверху. Арктур убил Ваню, я так понимаю. Наверс хочет еще и интервью запилить. Арктур убил Ваню. Так. Нафелон гейт Гаснигус Кибернет кукол. Развненную площадь. Карта номер два, ребят, как вы видите. Вот. Каст на пяти, хеллрайзер на семи Каст красный, хеллрайзер, синий у нас В общем-то, про Так, кстати, дайте-ка еще я проверю Аверс у меня есть Там в скайпе Так, запилен оракул, короче Оракул делается В общем, Старгейт, ранее адепт зашел каст Еще адепт у нас Адепт отдался, ничего не убив вообще У касса третий сцех У касса две минки У касса стим И сколько геликов Два гелика, рипер Ну, можно поднажечь попробовать Рабочих, но у хеллрайзера Оракул имеется в наличии И, кстати говоря, он гелионов не заметит этим оракулом Если улетит, а он улетит, судя по всему Сейчас ведь два гелика с этим рипером Учитывая, что там один адепт вообще из юнитов Они нажечь нормально могут Посмотрите только сейчас сюда Опа, заходит касса Начинается Нажигалить И как же Ё-моё, как здесь все горит Уже рабочих штук шесть, наверное Упало, если не больше Но хеллрайзер сам прилетает И здесь тоже проблема кассу создает Благодаря оракулу Минка перекрывает, конечно Но хеллрайзер видел, где она находится И поэтому не отдается Здесь на мэне, кстати, тоже минка есть одна Но она там не закрывает нифига Все, энергия кончилась Харас окончен Но в итоге что мы имеем? Семь пробок кассу Билл потерял 4 ксм Но Так, ну семь пробок Как-то это чувствительнее выглядит Но у касса рабочих штук Меньше, как бы, стандартная такая ситуация Но у касса третья цеха есть Не стоит об этом забывать Которую хеллрайзер даже-то и не видел А это может ему дать Ложное представление о экономике касса Как бы Он будет думать Об одной Ситуации А экономика будет Мощнее намного, чем хеллрайзер думает И В итоге он может Неправильное решение принять Когда надо там пушить Пушить не будет Или наоборот Когда надо посидеть Не будет Так, Феникс выманивает Залт минки Адепты приходят Слушайте, с ксмами Касс тут бой дает Оракул прилетел Два даже Оракула Марики под ударом Ну, под туреткой На изящих справляется Ну, тут Касс пожадничал в тылу Туретку не запилил На второй базе А зря Еще бы контролил бы Касс мариков И получил Ну, именно Кайтил бы Было бы хорошо Потому что Можно было Одного Оракула Либо задамажившись Очень сильно Либо вообще не отпустить Ну, теперь Хеллрайзер понял Что указ Третья цеха По крайней мере Есть У самого Третья Иксу Сделает 49.35 По рабочему По ситуации У Хеллрайзера После вот этого Врыва Вообще Хорошая Так, спасибо У нас на минки Касс тем временем Рабочих Поднастроил Их стало Реально Больше Намного Чем было Логично Да, это вполне Я так думаю Вот Полетел Дроп От Касса Двойной Но Толкблинк У Хеллрайзера Вообще Какие-то дропы Вот Может быть Сейчас выход Какой-то Наоборот Сделать Вообще Тут Касс прилетает У него Две минки Есть В этом дропе Пытается Полететь В другом Направлении Но Спалился Тут Хеллрайзер Запалил Ревеллайзер Кидает Нас Валивать Кассу Отсюда Я не знаю Чего он Здесь хочет Словить Вообще Провалище Полное Страна Касса Минку Хеллрайзер Потрезать Вот что Мешало Сделать Смотрите Пришел Выход А Касс Просрал Просто Два Полных Дропа Юнитов Короче То есть Нет Блин Всеми Собраться И нормально Ударить Что-то Как-то Касс Тут Прогорел Ну Сейчас Ресурсы Потратил В принципе Там Все Строится 5 Бараков Сейчас Заработает Фактаминки Строят Либераторы Делаются Тоже Цеха Четвертая Делается Важнейшая Попытка Дропа На Мейн Но Хеллрайзера Есть Сталкера На Блинке Так Не пойму Что там Происходит Так Вдруг Прошел Как-то Касс Стимился Долго Очень Сталкеры Конечно Огребают Но Срока Так Какая-то Жесть Короче Опа Развел Минку Назал Ну В итоге Слушайте Касса Больше По боевому Лимиту Как бы Он пытается Драйдер Давить Но По драйдаму Касса Абсолютный Провал То есть Если он Сейчас Нормально Не подерется То Дальше Плохо Может быть Почему Да потому Что У Касса Одна Атака Почему-то Он даже Броню Не заказал Пока что А вот Так Пришли Сталкеры А у Квелрейзера 1.1 И вторая Броня Делается Сейчас Так Здесь Либератор Неплохо По сталкерам Накидал Я не понимаю Кассу здесь Очень круто Да Почему у него Не вся армия В этом направлении Находится Сейчас Минки Закадешат Через Несколько Секунд Еще залп Будет Возможно Так Разгружает Касс Здесь Медиваки Начинается Атака Продолжается Атака Падает Эморфов С Н3 Сталкер Вперед Под Либератором Им ловить Нечего Минка Закадешилась Еще одна Вообще Вот Так Поврейзер Отбился А дальше Что Нектус Он потерял Хотя У него 70 Пробок А есть Другой Нектус На пол Шаухи Да у нас На 2 трети Даже 150 Можно Нормально Удет Относительно Конечно Все это Как Касс Загружается Выгружается Непонятно Какие-то вещи Происходят Клорезер Пытается Отступить Касс Пока Флюсь Полимет 4 Сеха Есть Жадный Так Какой Касс Нет бы Планетарку Сделать Орбиталку Делает Бля Ну Сейчас Забегание Любое Сюда Придет И будет Дичь Вообще 2-1 Грейды Поперли Атака Воздушная Вот это Хорошо Для Касс Бараков Ох 8 бараков Уже Тут Продакт Прям жесть Сейчас НК Будет Просто Нереальный 2-3 К минералов 3 часа Полностью Добываться Начинает Может пройти Сейчас Камни Эти Выбить И отсюда Прессануть Попробовать Кажется Именно Эта Касс И собирается Этим Заняться Сейчас Видит Лиха Рейзер Что Касс Камни Да Видит На прирост Туда Выводить Иначе Беда Кэлрейзера 2-1 Зато Грейда У Касс Одна Атака Либераторов Пора бы Разложить Уже На самом деле Касс Он Видит Где Кэлрейзер Находится Он Видит Что там Состав Юнитов У Кэлрейзера Атака Строй Кэлрейзера Поперла Шторм Падает Но Либераторы Живут Касс Нужка Назад Уступил Развел Еще Найден Шторм Молоко Вообще Кэлрейзер Так Залп Минус Апсервер Апсервер Теперь не будет 4432 Очень опасное Давление Стороны Касс Идет Все Хелрейзер Все Штормы Выкинул Сколько у него Шторм О Все Штормяки Что были Здесь Теперь Значит Шторма Не будет Вообще У У Хелрейзера Точно Ну и Касс Прям мощным Кулаком Таким Остановился И у него 2-1 Грейды Как раз Доделывают Сейчас 2-1 2-1 То есть Касс Даже Лучше Чем У Хелрейзера Грейдики Будут Вот Эти 2 Впереди Либератора Вот Этих Зелененьких То Надо Подальше Чуть Чтобы Чтобы Касс Что-то Все В кучу Разложил Зачем Он Туда Пошел Ну Видно Что Шторм Тут Вот Я И Пак Отыскаешь Неужели Не Видит Касс Что Нет Шторма У Оппонента Так Здесь Касс Дает Бой Да Решил Зайти Сзади Слушайте Ну Сзади Зайти Зашел Но Чак Аз Просто По Отдельности Его Армию Зашатает И Мальчук Хелрейзер Делает Имморт Отдал Сталкера Тоже Сейчас Отдаваться Будет Пошла Атака На Либераторов Нет Здесь Хелрейзер Все Снес Кстати Но Ай По Псиштормовикам Прилетает Больно Как Либератор Жил И он Псиштормовикам Начал Атаковать Потому что Те Сталкеры Кончились Приоритет Переключился На Штормовиков Именно У Либераторов И Так Еще И вообще С 3 Старпорта У кассы 5 Либераторов Строятся Это Очень Много Это Очень Мощно Пятая Цец Не знаю Упустит Касс Эту Игру Или Нет Но Хелрейзера Прямо Тут Чтобы Перевернуть Придется Постараться Очень Сильно Так Раскладывается Либератор Атака пошла Батарейки Подрегенились У кассы Все в плам Там Красное было Короче В итоге Все таки Касс благополучно Развалился Что называется Так Сминка Дает Далп Талкер Минус Медиваки Без энергии Ну вот касс Опять У него Как бы Либераторы Есть А медиваки Те же без энергии Вот в итоге Остались Давление Конечно Продолжается Но Это опасное Давление Такое Вам скажу Надо кассу Как-то Немножечко Подскопиться Наверное Грейды 3-2 Не делает Он экономика Просто нереальная Грейды Надо делать Ему уже Сто пудово Месторождение Минералов Месторождение Кончилось Надеюсь Тебе есть Куда расшириться И здесь Орбиталка Смотрите Насколько Касс Вообще Наглый Ни одной Планетарки Нет Нигде Вообще Везде Орбиталки 3-2 Вторая Атака Воздушная Пошла Либераторов Уже 10 штук Это реально Дофига Если Получится Разложиться Где-то Ближе К К Эл Рейзеру То Он Просто Не сможет Выбить Всех Этих Либераторов Короче Касс К Куда Вот это В этом Весь Касс Короче Все Хорошо 10 Либераторов Все в одном Стэке Короче Раскладываются Либераторы Штормы Уносят Всех Сразу Просто Жесть Какая-то Творится Короче Касс В итоге Бегом Бежит Назад Пожитками Которые Остались У него Но у него Невероятный Продакшн Он восстановится Быстро Но у Хеллрейзера Лимит Такой же Стало Это Вот Это Переворот Это шанс Для Хеллрейзера Вот реально Сейчас Лучше Шанса Просто Не придумать Как же Касс Убога Здесь Законтролил Это же Жесть Какая-то То есть Он Идет Ни скана Ничего Не кинул Марика Вперед Не послал Где армия Понятно Не понимает Подходит О Сталки Штормовики Блинк Либераторов Через Рэпид Фаер Ну Через Быстрый Каст Быструю Раскладку Раскладывает На этом направлении Всех В одной Точке Они в одном Стэке Туда по 10 Прям Шторм Залетает Это Боль Просто Боль То есть Прикиньте Это Шторм 800 Дэмидж Наносит Полный Дэмидж Проходит По 10 Юнитам И это По Либераторам Ё-моё Это Нереально Просто Так 154 Семьи Семьи У кассы Больше По лимит Как я и Говорил Всё Ещё Вот Но Не такая Уже Безоблачная Ситуация О Начинается Дила Теномен Можно Турет Убить Можно Например Плюс Трибл Попытаться Десять Секунд Пить Ещё До Плюс Три Вообще Так Ё-моё Хеллрейзер Зил Не контролят Они На Муви Сливаются Жесть Какая Это Творится Всё Ещё Кас Плюс И Болимит Причём Хорошим Снайд Вершу Там Вижу Куда Тейдут Здесь Либераторов Ну Никак Не пробить В итоге Ещё И Призма Сейчас Улетит Давайте Нет Призма Не Улетит Никуда Здесь Либераторы Прилетают Ещё И Телепорт Хеллрейдов Чё Кри Потратил Тейдут Тейдут на воздух у кулрейзера. Тоже 3-2. 3-3 сейчас будет. Земля в поле нет. Тут первая воздушная пошла. Флитбикон. И, короче, там в темпе собирается кулрейзера. Я так понимаю, выходить. Так, пошел касс вперед. Либераторы просто раскладываются. Дальше, чтобы кулрейзера прогнать. Как же они стреляют? Зачем кулрейзер дал бой в этой позиции? Понятия не имею. Штормовиков не осталось. Шел бы дальше, бы отступил. И касс все равно, посмотрите, все равно у него просто доминирование абсолютное по карте. Потому что со стилем касса, несмотря на все его ошибки, вот ему бы грейды делать идеально. У него там 2 армари работало на этой стаде, чтобы он весь мех полностью грейданул. А это важно на самом деле. Что он третью броню там додел, грейды на армор с даньем там. То есть, вот это все. Вот надо кассу. Столку с голову делать. Так, сталкеры под либераторов блинкаются. Но либераторы с плюс 2, они просто увидите, что делают вообще. Демписты появляться начали. Демписты это интересно. У Квилрейзера нет шторма. Я не знаю, что касс боится. Кинул ИМП, Т нажал, пробрил сейчас все. Вот, наконец-то кинул, Т нажал. Ох! Минус энергия у штормовиков. Что ж так касс, блин, дерется-то странно, стрёмно как-то, а? Надо чем-то прикрыть либераторов, а чем их прикрыть? Викинги сзади рядом висят. Возьми ты касс, всё, вперёд. Вот же гость, вот же викинги. Что ж ты творишь-то, блин? Так, не девайки хер пойми где. Опять касс сложился, ушёл. Еле-еле Хеллрейзер выдержал. Это шанс для него великолепный. У него золото начало добываться сейчас. Здесь ресурсы кончаются на многих базах вообще. Так, здорово всем ещё раз, ребятки. Касс против Хеллрейзер. Это четвертьфинал Аверса турнира. Один из четвертьфиналов, я бы сказал. Так, что-то у Хеллрейзера прям до хрена темп встал. Лимита больше, чем у касса. Сагрил касса идти вперёд. Идёт по штормам касс. Жесть. Но викингов дофига. Темписты падают. Био даже без медиваков. Здесь всё крошат. Мясник касс просто в этом эпизоде реально. Либераторы со сталкерами месяца. Размен какой-то нереальный. Хеллрейзеру этот размен не очень выгоден оказался. Четыре медивака касса-то заказал. Сейчас два-один уже воздух. Супер, у Грейза стали даже. Третью воздушную атаку заказал. Третью броню на пехоту ему заказать. Здесь же шесть часов планетарка занята, блин. Семь и четыре кснки. Всю игру инкам просто нереальный. Заказ нереальный, короче. Рабочих бы вывезти выше, они бы здесь всё не мешало бы. Да, касс выводит, начинает там чуть-чуть вычинивать юнитов своих. Прирост подходит. Сколько зданий для продакшна? Бараков у касса одиннадцать. Пять старпортов и факта. Одиннадцать бараков, пять старпортов. Ну, это продакшн касс. Зато рабочих вон десять стоит и ничего не делает просто. Ну, кинь их сюда на шесть тогда. Я не знаю, куда-нибудь. Чё они стоят? Либо вообще их враспорт-то опустить надо. Нафиг. Так, у КВРС Ракалуса с тлокера плюс пара пси-штурмичков. Проморгал выход касса. Вот это зря. Золото сейчас погибнет. Это сразу печаль для Хелл Рейзера будет. А, здесь не просто золото. Здесь ещё и двенадцать часов под ударом трава. У-у-у. Ну, Хелл Рейзер в тестыла заходится. Телебераторы вообще в никуда просто. В итоге атакуют. Так, викингов достаточно много, чтобы колоссов минуснуть. Разбираются зелки. Колосс тоже падают. Сплит от кассы неплохой. Штормы. Есть штормы. Пошли штормы неплохие. Разберёт Хелл Рейзер. Ну, вроде разбирает. Но, получается, опять же, не лам он касса разбирает, а только размена. Размен для кассы выгоден, потому что у него запас рейзеров, ну, намного прям больше там. Медивайк Хелл Рейзер покусить. Да не те, которые надо. Гробчик на мэй не разбирает. Сталкеров разбирает там ещё что-то. Сталкеры опять туда, блин, телепортируются. Но на двенадцати тоже есть чем прикрыть. Колоссов зачем-то касс. Ну, касс мясник. Он всё отдал. Ну, чё, новых настроят юнитов. Так, вторая броня идёт на тех... Ну, я-то не понимаю, пехоту никак не прокликивает? Он не видит, что у него третья броня сделана, что ли? Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Так, сводится ССерикс. Попытка от Хелл Рейзера на кассу наломится. Понимаешь, что экономика слабая. Здесь викинги, здесь био просто в нереальных... Куда ты бежишь из-под шторма? Пофиг, пусть дерутся под штормом. Покидает Хелл Рейзер игру. Касс 2-0, ребятки. Ничего себе, короче. Это какая-то дикуха вообще. Покидает Хелл Рейзера на кассе. Так, ну что, первый полуфинал. Покидает Хелл Рейзера на кассе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, рекламу пилю, ребят. Чё-то вы вообще расслабились совсем. Поддерживайте меня и мой канал. Не стесняйтесь поддерживать, подписываться на премиумы. Вот. У нас уже в финальную стадию турнир входит. Вообще-то это первый полуфинал. Я не знаю, есть ли тут матч за третье место, кстати. Возможно, здесь ещё матч за третье есть. Так, там бараки, короче, идут. Сейчас, ребят, я... Окошко при отборах. Здесь же почти закат. У нас скоро темнеть будет. А сколько время там? А, 8 час. Ну, не знаю. Часам к девяти, возможно, мы мы закончим. Может быть и нет. Тут 6 час 4 матча все подряд будут. Это очень долго будет, на самом деле. Опа. Здесь уже первый марик приходит в бункер с ХГ. Там нормально, кстати, делается тоже. Садятся марики в бункерец уже. Арктур продолжает шатать пробок сейчас. И у него ещё не плохо получается. Вот продолжает бункер. Здесь, кстати, вот если вот этот бункер будет готов, то это для вердоса практически гиганчик будет, кстати говоря. Где марик-то ещё? Ещё не понимаю. И почему Арктур, ё-моё, так контролит, что... Чё Арктур творит? У него чё, соплай блок был? Каким образом так получилось, что у него 3 марика и больше сюда не подходило? Я вот чё-то вообще не понял, если честно. Это полный провал для Артура, я вам скажу. Какой-то шанс для вердоса перевернуть игру, у него робо делается. Но Nexus ему всё равно нечему добивать, потому что Талкер бункер никак не победит, ни при каком условии. То есть на Акционы и Мортла, видимо, денег накопить. Так, на свитч-сетку посылаю. 10 сцеха уже пошла. А, ну, видимо, там фактурку Артур может строить, я не знаю, почему как бы... Почему мариков так не подходили они вообще? Да, буст на 50 процентов ускоряет. То есть то, что строилось бы 30, будет 20 строиться. То, что строилось бы там, соответственно, 10 секунд, то будет там оно сколько? Строится секунд 7, там, если с чем-то. Так, ну тут вердоса, может, он прогнал циклончика. Великолепный контроль от Арктуры. Просто дропнул за Имортлым циклоном, он перезарядил поля и на разворотике просто кабинет разбил обоим циклоном этим. В итоге вердос продолжает просто одним Имортлым семенящим ножками своими здесь ходить и шатать. Какой-то ушел, по-моему. А, ну это проверка. Нормальный такой разведчик, да, ходит здесь. Он не просто разведать может, а еще и накидать нормально, дамажичи. Ну, в любом случае, вердос его ТПшить домой будет сейчас, как бы. 10 юнитов уже уничтожил этот, этот юнит тоже Имортлый. Ну и все, вердос восстановился у него даже, хорошо все. Что за дичь-то происходит просто? Имортлый вокруг Либератора ходит, да это какой-то этот Феникс из компании. Что за жесть вообще? Надо, главное, им уйти. Уйди, братишка, не падай, не погибай. Еще минус циклон третьего, 15 юнитов вердос убил. Что за дичь какая-то? Все, отжил свое, но этот Имортл просто войдет в историю вердоса, короче. Я не знаю, куда он там еще может войти. Старгейт плюс еще гейт пошел. Дичь какая-то. Твою базу атакуют. Пристройка на вершебнике. Системы работают нормально. Бегу, марш! Системы готовы! Системы готовы! Давай, удиви меня! Системы готовы! Долго чихарки! Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, врываясь в топ поддержку. Спасибо, но что-то сегодня вообще как-то не топово, да? В этом плане. Ну что, плакать? Плакать тут нечего, надо комментировать, ребят. Продолжается движуха. Здесь опять дроп циклона. Сухой-то игре уже Арху их отдал. Это жесть какая-то вообще. И всё куда-то летит и отдаёт, и отдаёт, и отдаёт. В общем, пятый циклон. Он здесь ещё минус 2 было, короче, сейчас. Увердос уже третий Нексус готов. Есть ли робу-б? Нет, робу-б нет. Но с фениксами вообще против фениксов теперь. И не подробьешься-то особо. Здесь плюс 2 барак, 5 бараков будет. То есть Арху будет давить продолжать сейчас. Куда-то там и что-то. Ну посмотрим, что именно. Так, на, один Либератор крухорасить прилетал. Так, плюс 2 гейтика. На третьей базе движуха начинается. Сплэшевых юнитов нет. Гвардиана нет. Зилотов много нет. Увердоса прилетает дроп от Арктура. И Арктура за всё, короче, просто. Увердосу сейчас будет Нстю делать. Просто за всю мазуту. Короче, падает всё. Рабочих упало очень много вообще. Сейчас. Почти все на третьей базе. 2 Амортала. Там Феникс. Феникс есть погибший? Нет, Фениксов нет. 2 Амортала. Зилот СН3, короче, тоже упали. Полетел ещё один дроп от Арктура. Он всё вообще в дроп ведёт. Третья цеха делает. Так. А чё Гвардос подворит? Летит кто? Так. Дроп-то какой-то. Здесь и КСМ такой. Ёма сбухача залез. Просто негр не в тот медивак. Думал, ёма, в отпуск повезут с минеральной линией. А он процом на базу, оказывается, с минералами. Летит такой. Не, ребята, вы идите. А я тут постою, короче, потуплю на карте. Вот. Маленько. Иначе перебор какой-то. Да, всё больше и больше. Арктура сюда юнитов выводит. Плюс один есть. Загружается опять. Вот чё всё дропать-то? Большая же группа здесь в центре была. Иди ты. И опять Твердос перехватывает. Прикольно получается. Опять Твердос главный перехватывает. Чё Арктура не хочет пойти вот прямо на третью-то, блин? Ну вот, понял, что выгоднее теперь просто тупо на третью пойти, потому что уже несколько раз дроп спалился, и дроп не получилось вообще. Так, разгрузил ещё один минивак. Здесь есть колосс. Два. А, здесь два колосса. Есть либератор раскладывается. Куда он раскладывается? Зачем он раскладывается на минеральную линию, а не против армии Эвердоса и АХЗ? Ну он пока зато по пробкам бомбит стабильно, как бы. На минки на... Ой, то на минки заходит Эвердос. Фениксы делают врыв такой, что к минке с плэшом своих же юнитов тирану покрошили. Покрошить-то покрошили, но не так, как хотелось Эвердос, видимо. Но потом Арктура ужасно отконтраливает. Пытался колоссов фокуснуть. Одного зафокусил практически безболезненно, а вот второй колосс просто развалил всё в итоге. Здесь всё дамаженное. Как же вот у Арктура остаётся до сих пор, вот сколько его смотрю, он контролит, извиняюсь, продакшнут ещё, он контролит как-то нервозно, постоянно что-то дёргает, ну вот, не получается у него нормально до конца до контролит, блин. И вот сейчас я вижу абсолютно то же самое. То есть просто он берёт, что-то медевать, сливает, кто-то за колоссами погнался, блин. Юнитов дофига было, вообще дофига там у Арктура. Чё он лез туда, непонятно, так далеко. Всё, Эвердос уже лимит равный, короче. Это очень плохо. Это катастрофически плохо для Арктура. Тем более, что Эвердос уже сюда пришёл, почти к нему. Так, опять в центре стычка, медеваки есть у Арктура? Да, 4 подстроил, вообще. А вот и дробчик на мэне, ребят, Вердос ТП шутся сюда, Арктура в это время 4-й приходит. Спасибо, Винтери, за 111. Черлец, иди на окно. Схватил за скурень. Пока здесь движуха идёт, ребят, разводит Арктура Вердоса. Ну, Вердос готов, чертяга, на всех, прям на... Просто... Вот это вот, слышали вы, я думаю? Больше тут и комментировать нечего, вот по поводу вот этого эпизода. Мокрая кучка говна какая-то осталась от тирановских юнитов. Вот. Вердоса 140, 117 Арктура. Всё, походу, здесь уже окончательно и без поворот на Вердос перевернул. Мне кажется, здесь уже ничего не сделать будет. Ещё бы он вилла там бы чардж бы сделал. Твайлайт-то есть? А, твайлайт-то нет. Да ну, твайлайт-то нет на этой стадии, вот это да. Тут Вердоса сжимать уже идёт. Твайлайт-то нет на этой стадии, вот это да. Начиналось всё хорошо для Арктура, а сейчас как-то уже всё плохо стало. Твайлайт-Вердоса что-то так и не добавляет, непонятно почему. Так, почему мужик-то не озвучивает, никакая научная. Винтеры 95 поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает за твои топовые комменты. Да. Спасибо, Винтере. Что-то мужик купит. Так, так твайлайт-то, короче, я походу в этой игре и не дождусь, ребята. Заходит Вердоса опять к Арктуру сюда. Либератор очень много дамажа, что наносит. Феникс от Вердоса у него что, в одном контроле, что ли, всё? Нет, Феникса отдельно. Я уже испугался, думаю, Феникса в одной пачке с колодцами, с имморфлами, со всей этой хренатнёй. Вот, ну тут имморфл, так, здесь на мародёров поднимать у Фениксами было дестабилизаторов в ГСМ-ку бомбить. Ну тут Арктур тоже из последней нахнадежь тут выдвигается, пытается что-то он там сделать, но что-то у него плохо получается, как-то я смотрю. Дестабилизатор можно дать, хороший вот этот залп, ну ты вообще нормальный. 1-0, ребятки. Арктур 0-1, как раз пока там какие-то реплеи смотрят. Беспредел тут, поддержусь полным. Блин, ну тут Арктура были все шансы на победу в этой игре, но немножечко не хватает Арктуру контроля. Ну вот реально немножечко не хватает как-то ему. Так, ну что у нас, 100 и 108, да, говорите? 208 еще плюс рублей, да? Ну да. Ёпс, туда и смотрите, какая цифра-то получилась. Ха-ха! На празднике у меня такая интересная. 10-15 часов. 10-15 часов. 10-19. 10-19. Так, ну что, все, все, ждем начала, ребят. Здоров, да хуже. Игра начинается, я вам сейчас рекламу пильну. Пиляю рекламу, не стесняемся от блоки отключать, поддерживаем на празднике, меняем мой канал, естественно. А то как это, без поддерживаться в последний день перед первым маем, не очень. Так, ну вот вопрос, в отсутствие влая, будет ли еще один турнир за вердосом или нет? Открытие он пока. Но Стрэнджер вердос проигрывал 0-1. Вот, но в итоге Стрэнджер одолел. Для поджижоса доступно все реквизиты, соответственно, мужик в плеере, там все, что угодно, ребят, с любых каналов. Так что... Стрэнджер готов! Стрэнджер готов! Стрэнджер готов! Стрэнджер готов! Стрэнджер готов! Так, ну что, вторая карта, ребят, в этот раз нет прокти-бараков, ребят. Карта Восточный Дозор, вторая называется. Арктур на части появился вердос на 7, пилон, гейт, газ, Нексус, Кибернетка. Все стандартно, все на мейне. Стенку против репера сделать здесь практически нереально, или надо просто вот так вот обстраивать зданиями все вокруг. Кстати, или здесь одним пилоном вот так все обстраивают. С боков репер может прыгать здесь вообще? По-моему, может он с боков, с бачков прыгать здесь вполне, вот. Так, сейчас я проверю-ка, задержка у нас тут стоит. А, нет, задержка нормальная, задержка это больше, чем надо стоит мне. Нет, все норм. Вроде как, репер полетает, да, запрыгнуть здесь можно на изичек вообще. Ай, не получилось ударить еще раз. Нормально там все с окном, не волнуйся. Так, робу овердос, ну через робу он всегда стандарт играет. Через робу, кстати, он и улыны всякие отбивает, вообще все нормально. Делает. 29-24 по... По лимиту. Все там все написали. Короче, не надо вопросов в игре, давайте потом вопросы. Примерно как пауза будет, когда две минуты, соответственно. Вы примерно прикидывать будете. Ну, хотя игра кончится, и вот уже и пауза будет. Опа. Минка минус адепта делает. Здесь, ну что? Здесь у нас барак на реакторе. На факте не было лабы, то есть не было пристроек. Две минки. Сейчас дроп полетит, плюс марек. И переход био идет, соответственно. Авердос что? Так, третий нексус у иммортал заказан. Все стандартнейше здесь. Все стандартнейше здесь. Так, ну тут вот дроп минок идет, ребят, извиняюсь. На секунду отвлекся на форум. Что-то увидел, что там что-то по Старкрафту много всяких вещей каких-то происходит. Так, ну третий нексус увернулся, доделся. Артур все еще пытается, куда к нему минки там пристроитесь. Пытается найти место, где дропнуть можно. Три барака заработало. Плюс один атака. Щиты и стим делаются. Минки в факте, медиваки. То есть это как-то двухбазовый выход, видимо, будет. Ну вот в стиле кассы он здесь с минками долбил полрайзера. Так, на третий нексус выход как раз двухбазовый. С подним свищем в третий нексус получается был. И так вот получилось. Так, длиночь четыре сто. Ну верно соткали. Вот если сейчас первый вот этот врыв будет провальным для Артура, он может быть провальным, потому что здесь уже колосс есть и гвардиан как бы. Вот. Вот тогда можно проиграть эту игру здесь сейчас. Так, длиночь четыре сто десять лимита. Часть на мэне от дропа. Все абсолютно верно. Здесь овердоса происходит. Пошел старгейт. Ну это либо феникс, либо уже по темпистов на перспективу. Либо оракул, что привилейшн кидать против пуши вот эти с минками, когда в осаду берут там либераторы и все дела вот эти. Ну камни пробиты. Толку особо нет от этого, насколько я вижу. Пробитых-то камней. У вердоса плюс один. Форжа одна. Да, одна форжа. Вот только-только первый грейд пошел. Ну надежно до этого юнитов на строк. Теперь грейды начал делать, получается, вердос. Здесь у нас третья цеха начинает раскачиваться. А так, готова заказана броня. Инженерка одна. Вот можно бы сейчас уже было пармарей заказать сразу. И вторую инженерку, например, и плюс два делать начинать. Хороший такой дроп на мейн. Стимится Артур. Что-то как-то мощно получается. Смотрю. Ну подтягиваются там колоссы с другого направления. Здесь колоссы у вердоса пытаются уйти. Артур дропается. Колоссы-то никуда не денутся. Туда-сюда так походил. Прикольно. Ну, да, нанес урон Артур, но он не пробьет здесь. Вообще не пробьет стопроцентно. Ну, значит, только слить здесь побольше юнитов. Может, попытка колосса подрезать крайне неудачная. Даже, ну, пол-хп снял и поля, как бы. Но он жив остался. Сейчас зарегенится по чуть-чуть. Блинка нет. Тут форжа наконец-то вердос добавляется. Аркукс, телемит, хороший такой почти как у вердос. То есть у него 5 бараков что сработает. Факта, Старпорт. Третья цеха заработала помаленьку. Как бы софлай-блоки что-то Арктур, правда, получает стабильно. Я не знаю, как он умудряется там это так вот делать вообще. Так вот. Продолжение следует... Так, смотрите, как-то интересно Вердос дает бой. Часть юнитов под Либераторами просто разваливается в фламу Вердоса. Но Кулак в целом выжил, он гонит Арктура, плюс Фениксы работают просто великолепно. Против минок, против Либераторов еще и Медиваки отпускают. Продолжение следует... А, ну не у Армори поздно. Блин, Лимит-то равный, если так сдаваться, то как-то побеждать вообще. Продолжение следует... Так, Этбор 5 у нас. Продолжение следует... Так, Арктура пошел репку смотреть, может он думает Бо-3 там, я не знаю, что он там думает. Так, а какой у нас второй полуфинал, кстати? А, Култикас у нас второй полуфинал. Ну посмотрим, сможет ли Дениска одолеть здесь. А, Култикас у нас второй полуфинал. Продолжение следует... Что-то никто ничего не хостит, странно, блин. Так, что за хрень? Какой-то Култи приглашать куда-то... Там еще ж не кончилось ни хрена вообще. Так, а у Арктура типа времени, наверное, нет получается. Продолжение следует... Так, что-то за звуком защитил. Странно, вроде, но всё со звуком. Самый сложный был соперник для тебя? Ну, Strange Plus пока самый сложный, наверное. С каким счётом ты его победил? За счётом 2-1 я победил, но тут как бы дело даже не в уровне игры, а просто он начал улынить. Три игры с одной базы играл, то есть меня вчера подобным образом выиграл скилоуз на премьер-лиге, где тоже играл просто одной базы все игры. И если чуть не везёт, то сразу проигрываешь. И тут как бы нужно, ну, очень тяжело найти вот эту игру, чтобы как бы отбить двух баз против одной PvP, короче. Понял тебя. Слушай, я вот твои игры сегодня, не знаю, повезло ли, повезло, но мы очень много твоих игр стримили. Скажи, вот с некоторыми соперниками ты не скаутил вообще и делал там быстрое робо в случае чего для отбития, а с некоторыми ты, наоборот, предпочитал ехать быстрый скаут, как вот сейчас с Арктуром на Неоне. Как ты принимаешь это решение, скаутить, не скаутить, ехать, не ехать? Всё зависит от истории, то есть если там много игр идёт, в принципе, можно не скаутить. То есть с Арктуром я не играл, по-моему, очень давно, может быть, полгода не играл, поэтому я понятия не имею, что он был делать и, в принципе, поэтому я скаутил его, вот. Но если там история как бы такая, чтобы вы играете там в каждый турнир, как я вам прямо сказано, часто попадаюсь, можно не скаутить там некоторые игры. Ну, то есть это так, не то чтобы прям я вообще уверен там на сто процентов, что он делает, ну, некоторые игры можно не скаутить, потому что, ну, иногда ты всё равно собираешься играть какую-то свою тему, и, как бы, разведка только может, может даже только помешать, потому что ты можешь отвлечься от исполнения каких-то своих билдов, вот. Поэтому это чисто, ну, не то что даже, ну, такой Майндгеймс, то есть в зависимости от того, как бы, что происходит, какая история игр с оппонентом, я принимаю решение, там, скаутить или нет. Я думаю, что террены также принимают решение, там, скаутить или нет процесса, в зависимости от того, там, на сколько часто он играет в прокси-бараке, на сколько давно играли и так далее. Ну, примерно так. Ну, да, да, я понял. Я просто за Арктором не замечал, чтобы он играл какие-то чизы, и думал, блин, может, я мало знаю, ты знаешь больше. Ну, он играет чизы на ладере, то есть, в принципе, прокси-бараке очень часто, там, какие-то темы такие all-in, там, вот. Поэтому я, ну, я не то чтобы, как бы, как бы, я могу их без разведки отбить, просто, просто, ну, я хочу лучше понимать, что происходит в игре, поэтому я разведывал. Я тебя понял. Спрашивает, как тебе играла Арктура? То есть,ил тебя было напряженно, под где-то там, проступило, или было все-таки лайк? Слушай, ну, вот он играет быстро, там, кликает, то есть, разводит жестко, но он также разводил два года назад, в принципе, и то же самое было, то есть схема игры с ним, там, что просто отбился, и там дальше легко выиграть. То есть, у него как-то, я даже не знаю, у него очень агрессивный стиль, и у него вот не улучшилась агрессия, знаешь, вот некоторые корейские терраны, типа, до совершенства агрессию стартовую, ну, и в Европе тоже некоторые так пытаются, ну, там, например, тот же Демуслим. Вот, у него, там, агрессивные билды с косом, и он, как бы, их до совершенства пытается, то есть максимально быстро играть, максимально дамикривать, а у Арктура, как бы, получается, что он начинает быстро играть, а потом у него в определенный момент не хватает контроля, то есть, битва уже началась, там, в 3-4 местах, и у него, как бы, контроля-то нет в этих местах, и тогда там через shift все идет, это прикольно, если там Протас не среагировал, Протас снивает, но, но если Протас-то среагировал, то терран проигрывает, ему надо тоже контролировать момент и вот у него как бы агрессия не не до конца до идеала и при этом у него какого-то свеча в макро жесткое нет и при этом то есть у него так вот ну предсказуемо он играет в плане короче я просто хочу печь он также играл примерно два года назад тоже были с трудности всегда с ним когда играешь то есть тяжело играть так вот от всего отбиваться но в целом то есть пока если ты все отбил то выиграешь я понял да фактор такой игрок которого надо пережить до определенной стадии даже быть выцарапать там так давай такие интересные просто вопрос немножко упороты самый бесполезный у них строков типа моего мнения нам и мусор бесполезный не за мне кажется что сейчас грелка достаточно бесполезный юнит вот я просто не нахожусь ситуации которых я строить даже в лейте каком-то пвз она выглядит очень слабо да то есть она все равно легче батонов на максимум грубо говоря и все равно как бы эффективней конечно да там самый идеальный микс нам нужно не все-таки такой юнит за такие деньги он как-то выглядит бесполезно слабенько вот я думаю это упроцов у тиранов тиранов не знаю там принципе все юниты используются бакл круйсер не используется он лимбовый на понятно мне кажется что есть надо их будет делать было бы просто послабей но подешевле например даже подешевле не плане и плане денег а например чтобы он быстрее строился и и например чтобы он там мог строиться просто с реактора не знаю ну там как то так то есть без без тех лаба короче вот то есть но чтобы его можно было взять добавить может быть его добавляю потому что все перестраивать продакшн подписывал обу под батл круизер очень тяжело и долго а так если бы он просто без бобеда то без тех лаба был их вы добавляли еще побыстрее строился ну и конечно слабее что там ямато конечно по всем переборы блинки которые никак не закончить переработать в общем это мне кажется бесполезный сейчас вот ну зергов окажется у зергов самый бесполезный юнит это мута она конечно была играет в принципе я смотрю никто не играет моду больше и как кажется что сейчас это очень слабый юнит особенно когда терам мех играет там вообще без шансов да и сбивать час не подерешься то есть тоже юнита тут как бы тоже проблема не в самой муте что то есть ну у всех сейчас бонусы хорошие по муте то есть можно то есть но и макро хорошие обычно саму то вылетает против роста когда пост на 4 выходит и там даже если ты не готов можно вот и стираном тоже тиран готов сразу отбиваешься какой-то там чисто в наших муталисках типа прилететь поубивать рабочих только так можно сыграть а так вот так минуты не работает ну мне кажется что кто-то бесполезно сейчас становится юнты вот он будет дальше еще бесполезненько у него может быть пока что еще все помнят что он полезный вот у него динамика что он бесполезный вот так ребят я извиняюсь вас отвлеку на минутку слышно первое по здорово до всем короче первый полуфинал закончен да я так понимаю или как почта да 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 арктуру надо идти было до 2 2 2 бы 5 будет да совершенно верно а матч за третье же будет да или как маль за третье будет но я его стримить вряд ли смогу там будет до 5 тоже то есть одновременно с финалом будет смотреть если ты захочешь его сам отстримить я просто не буду то можно попросить ребят сыграть после финала вот так мы сыграем сейчас полуфинал и определимся уже после него подходит ну да я давая одновременно тогда я тоже хорошо хотел просто может потом-то по реплеем как-нибудь там все тогда договорились так верди давайте еще пару вопросов вот часто спрашивают в англоязычных там стримеры у игроков собери свою банду на неопитаемый остров я надо выжить просто хотя бы неделю из каких-то киберспортсменов с геймена коп ты взял с кем ты на доказался не питаем острове стремя людьми из снг кто эти ребята вы были бы я бы просто книжечку взял там есть такой чувак который в японии не питаем может живет там один короче я бы у него брошуру взял как выжить я про геймеров с тобой не брал ну нужно не просто будет жить тогда на этом острове там ну ладно я взял тогда dmc creed а и все ты интроверт небольшой ну хорошо кого-то финале больше хочешь увидеть против себя касса или кулки против кого бы я хотелось больше сразиться ну не знаю да неважно на самом деле добряд ли кулки выиграет как мне кажется но если он выиграет будет прикольно что касс выиграет как бы то что он у хиллрейзера он выиграл и по-моему у него но я не знаю мне кажется его стиль не особо эффективен против меня конкретно но вообще как бы у него неплохо неплохой такой стиль просто некоторые там недостатки есть какие-то микроконтроль так только белгам очень сильно играет поэтому ну да я нормально сказку можно играть в принципе я тренируюсь и рада именно тоже улучшать уровень но с кассом можно искать и сыграть будет прикольно но скитов pvp и там фиг пойми что происходит вот поэтому все-таки наверно с каком лучше я понял тебя спасибо артем это был верх где все подожди нас финале мы пойдем следующую пару опрашивать так ребят сейчас пока аверс позвонит кулки с кассом короче вот и но и мы подождем а опрос коробка уже звонок идет алло алло так я пока 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 да я вам здесь да здорово всем тип 50 на 50 я не знаю я с кассом много играл и вы то выиграю то проигрываю но касс убил холлрайзера это жестко да как сыграл очень хорошо вот и вообще как настроен проходить финал или все-таки немножко волнуешься да нет типа я говорю 50 50 я вообще не волнуюсь понимаю что как я могу выиграть так и проиграть но это неплохо то здесь сегодня был самым сложным соперником то есть сейчас скажу так бы у меня там зер короче 3 900 мм и рот с ним было тяжело снега вовы да 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 что такое было он скилл омса выбил или нет или это просто тех луз был не летать его суть он тех луза тех лузом выиграл на это думал он уже пробирала скил луза думаю ничего себе новая надежда снг там как появляется не нужно из алмаза и он жестик был до максимальный жестик у нас касты тут нет а да все привет лишь скул типа левику разводим как ты сегодня игры доволен что что своей игрой доволен сегодняшний нет почему но как я могу быть своей игрой доволен столько ошибок делал в каждой игре но не знаю матч с хеллрейзером был очень классный в плане того что обе игры были скорее из отставания какого-то начального там какие-то были не совсем все по твоему по твоему скажем трудно начинать не с отставания я согласен но дальше очень круто мне кажется что это хеллрейзер плохо играл то есть я я просто вижу что я не играл как-то лучше чем обычно я вижу что я ничего особенного не делал я тоже очень много ошибался но он как-то не уверен что ли слишком надежно может он думал что он прям уже на три головы выше меня и он может просто сверхнадежно там сверх пассивно играть и все такое и легко победит но в итоге где-то в каких-то моментах ему просто не хватало ли количество или скорость или еще чего-то мне кажется немножко переоценил или себя или просто сыграл плохо не знаю чем причина но и мне кажется что это именно больше от него зависело это поражение чем от меня он позволял мне хорошо играть и вот и все на какой-то момент там на на него не дал очень много свободы ты его запер и все это много таких нюансов было в каждом моменте где-то он то ораклова давал на минках то где-то не хорошо медленно реагировал то центре оракл у меня просто висел я там секунд десять пока подходил он не реагировал потом просто потерял такие критические моменты где не чувствовалось что он играл хорошо и в полную силу может просто день походят такое бывает уже да такое тоже бывает не возникло страха что ты можешь проиграть в тот момент когда ты разложил очень много либераторов в одной точке и штормы очень хорошо зашли там появился что я могу проиграть когда мы начали первую игру начали и в начале 2 середине 2 середине 3 у меня страх против протасов есть всегда никуда не денется знаю что я в любой момент могу проиграть очень трудно судить ситуацию в твп сейчас потому что вот например хаврайзер на неоне мне кажется он очень медленно макрился обычно и он и там другие просто намного быстрее и когда я переходил на золото у него уже должно быть свое золото и это крайняя база в углу то есть по-хорошему и то есть ему там просто кинуть пару бустов пробок и ресурсы были армия тоже мобильная было не знаю говорю что как-то он не доигрывал очень много ну да ошибки бывают ничего страшного как ты оцениваешь свои шансы в этом полуфинале уже у кулки спросили поинтересовались да ну как игра пойдет я не планирую играть стандарты буду чизить буду гэмблить буду рисковать так что как зайдет я перестал уже с протосами играть игру которая называется как бы я буду пытаться теперь просто вот свобода мысли полет свободный такой так что тут как зайдет как зайдет как пойдет если бы ты оказался на необитаемом острове тебе надо взять с собой трех людей из снг каких-то прогеймеров там из текущих прошлых кого ты взял я надо выжить главное то без ничего попадаешь только три человека надо как пережить ну тогда я бы взял смотри-ка тогда это будет димага и колки с револьвером мы бы с димагой смотрели как бы они существовали и с попкорном посидели наблюдали как они будут как тебе денис поехал бы в такой компании да конечно 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 глава день если я тот же вопрос кого бы я взял я взял неразима и братка четвертый а еще четверт нужен да еще нужен 4 тогда и лоуса бы взял возьму с килоус не знаю нормально с ним общаемся так просто но я понял ваш выбор ладно ребят будем приступать на рынке игре пушки кастом торопиться надо будет поэтому карту уже подчеркали мы уже создали поэтому все желаем вам удачи и все поехали давайте спасибо давайте так ребят все скинул я skype вот такие вот дела веселые ну спасибо аверсу за интервью пацанам я не мешал я чисто слушал как вот потому что ну если я потому что что-то начал спрашивать то это тогда бы затянулась очень реально долго поехали ребят начинается крюча движня вот начинается у нас следующий полуфинал дальше будет финал матч за 3 будет отдельно проходите арк тур на лиге играет там где-то кто против него будет биться тоже пока непонятно в общем погнали ребят в общем поддерживайте и турнир этот и меня и мой канал обязательно тоже не стесняйтесь поддерживать всем спасибо кто так делает всех с выходными поздравляю я естественно погнали чё погнали чё обещала этот турик для вас застримить застримлю застримливаю вот будет еще турнир от меня 6 мая тоже обязательно приходите участвовать там и так далее так пилон гейту к улти газ пилон с гейтом в стеночке на лограунде так ну ка строят рабочих у него соответственно газ барак был рипер цц факторка газа много поэтому газ ранее получается вот вот и цц пошла к улти нексус ключ абсолютные стандарты здесь кибернет щека строится неплохо здесь конь пилон вот уже ставить чтобы увидеть когда рипер сюда залетает и пилон рядом со вторым газом пока что пошел что у нас рипер такая доделается вот только доделывается рипер для кибернет щеки еще 6 секунд интересно что култи будет делать адепта или сталкера первым июня там адептик погнал но адепт раньше сделать с кэшбустом вот и точку сбора вперед а каста смотрите залетает все он запрыгнет сейчас и тут может просто рабочих развалить хорошее количество такое я бы сказал это может быть очень опасно сейчас для култи просто адепт улетает а здесь рипер пригнал ё-моё разворачивай адепта култи и не тупи оп сныкался пробка сныкалась я уже думал все тут кранты этой пробки но нифига выжила адептик вперед тем временем две пробки минус все катается третья тоже минус я не понял а култи и чё рипера то не ждал вообще почему он рипера не ждал сталкер стоит вообще не контролит его култи чё за херь успел зарегениться секунду из-за этого еще одна пробка упал я понимаете адепт он столько не сможет при всем желании здесь резать потому что на второй базе у тирана в это время и нету вообще юнитов то столько чтоб подрезать дичь какая-то просто произошла ну култи не проиграл конечно игру еще но он себя очень фиговое положение поставка рипер пять пробок убивает это просто катастрофа на самом деле это нереальная какая-то фигня произошла а 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 Гейт открывает, пусть у него один гейт, а одну робу вообще ничего больше нет. Не очень какой-то расклад такой получился. Сталкеров три штучки имеется в наличии. Попер роба бэй. Так, а касс выход какой-то собирать делать. Так, 34 рабочих на 43 култи, то есть култи обогнал в хлам тут касса, конечно, но култи умеет рабочих бусить, это еще сходца он умел, он и считал там под сотку рабочих строил, у култи всегда хорошая макро была, я на это внимание обращал еще. Так. Спасибо, Попвакс, за рубль. По-моему, это не ты мне денег-то должен был помнить. Когда-то спасибо за поддержку с большой всем ребят. Короче, полуфиналы я все стримлю. И естественно. Это первый, это второй полуфинал, один-то уже кончился. Просто матч за третье место, ну, как бы он, кассу нужно что-то играть, и он непонятно как, в какое время будет проходить, если ты про матч за третье место говоришь. Ну, в любом случае, по реплеям можно попробовать бутон застримить. Ребят, какая-то дичь творится, сталкеры у коих можно дальше. Мариков просто фига, викинг сел, что-то как-то происходит дикухо. Четыре пробки кассу бил, но култи еле-еле это здесь-то отбился. Тут перезарядились батарейки, еще пшик-пшик, чуть-чуть полечили. В итоге коло... В итоге роба один гейт. Чё за херь, короче? Почему... Билять, путаю с кем-то. Почему не озвучивают мужик, нихера я не понимаю. Спасибо всем за поддержок большое. Еще раз. Так, ну чё, это уже вот получше. Это уже вот получше, потому что... Ну а праздники сбор продолжается. Так, по парикову донатерскую цель поставил. Так, четыре гейта. Мужик, короче-короче, не работает нифига, ни андексовский, а жаль. Так, две фаржи, один-один у култи. Ну, у кассов прям чуть-чуть намного больше лимита. Касс дропывается тут рядом, чуть-чуть на мейн летит. Ну, култи все прикрыто на мейне. Ну, на второй вообще, например, ничего нет, кроме батареек и колосса строящегося еще только. Третий некст култи тоже особо нечем прикрывать. И касс хочет синхронизировать. Сейчас, видимо, атаку вот эту на мейн дропом. Попуакс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Серега, спасибо за стрим Турика и с наступающими тебе. Спасибо вас тоже с наступающими. Попуакс поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает, пострим полуфинал тоже. Я врубаю вручную. Спасибо, хочу брать вас, братва, всем. Надо хорошо последний день закончить, только держался апрельский. Не знаю, апрель месяц нормальный, вдруг, получился. Последний день тоже нормальным должен быть. Дроп на мейн, дроп на третью. Ребята, култи дикие проблемы. Но после начальных вот этой хрени с рипером, на самом деле, уже понятно было, что игра это не может быть простой физически для култи. Вот, но он, конечно, бился как левка здесь молодой. И бьется до сих пор. Батарейки не достают, даже в сталкеров полечить. Черт побери кассу. Что-то сюда летает. Короче, прилетает с третьей на вторую, со второй на мейн обратно. Батарейки явно не хватает. 50 рабочих култи, 60 уже у касс. Там третья цеха добывается. Но у култи вот где, может быть, его спасение заключается в грейдах. Ох, молодец, Марик уже первым залпом. Увидел, что их выгоднее фокуснуть. Ну, касс не отпускает култи. Он тут до сих пор, короче, дропуется везде. Так, здесь дроп на третью, 10. Пробок, смотри, минус 46. Рабочих култи сейчас надо все густых пробок кидать вообще. Продолжение следует... Так, до сих пор, короче, касс что-то пытается здесь делать. Но вот сейчас он, не знаю, что пытался, но он отдал просто дроп зачем-то. У култи 2-2 доделась. Это, наверное, шанс для него такой небольшой здесь сейчас отбиться. Касс приводит хороший лимит сюда. Да, много викингов. Колоссы стоят, демодженные края. Ближе колосс падает сразу. Подходит второй. И у култи такая позиция. Еще вот эти пилоны с архивами темпларов стоят так, что, блин, нормально просто не пойти, не подойти сюда. Армии-то даже. Так, одного колосса, кстати, прикроют култи. И, слушайте, и касса отгоняет. Центрю чуть не завалило. Камни, вот эти пробивания камней. Сколько раз я видел, что уже людей шатают такими пробиваниями. И меня даже на ладере какие-то тираны, помню, пробивали. Ну, култи отбился. Слушайте, у култи 2.2 и 3.2 грейды. Все дела. У вас уже май. Поздравляю, ребята. Мир, труд, май, блин. Я потрудился за апрель нормально, на самом деле. И лан мы сделали в Москве. То есть я уже настолько месяц плотный, что мне уже кажется, что лан был больше месяца назад там. Ну, то есть давно. А лан-то был пару недель назад. Так, пошла атака очередная от култи. Колосса, спаси в призму, что-нибудь сделай. Молодец, спас призму. Как только доделается этот планетарка, култи будет нереально здесь продавить. И планетарка, вот она готова. Так, а викинги у кассы делаются вообще? Сейчас, викинги. Култи надо мимо планетарки идти сюда и просто касса выживать. Вот отсюда, вот на вторую базу надо давить. Если он на планетарке будет драться, ничего это ему хорошего не сулит вообще, на самом деле. Вот. Бля, ну надо мимо пройти просто планетарке вот сюда и каким-то образом дать бой. Туда вот на вторую надо протиснуться култи. Так, хотя 3-2 грейды, 4 базу мне делается. Надо ему вообще тут лезть, улыбниться. Вот, я смотрю. Так, пошла атака, еще одна от касса. Колосс 1, одинешень живой. Призму касс пытается фокусить. Призму зафокусил в последний момент. Не, ну култи разменивается, по-моему, неплохо. 70 пробок у него. Что, грейды делаются? Все, уж третья атака. Поля первые готовы. На развороте касса тут тоже объясняет, что не надо так наглеть. Ну, то есть теряет и култи. И касс юнитов теряет, ай-яй-яй, и морковый минус. Ну, что ж ты култи делаешь? Отступи ты, нет? А здесь камни не туда, куда-то култи. Поворот не туда заблудился. Денис, е-мое, на необитаемый остров. Касса взял, касс его поймал в необитаемом острове. И заставил есть револьвера, короче, вяленого. Вот, ну какая-то херь, короче, произошла. Да, отдался там култи в уголку. Ну и что-то вот сейчас по лимиту у кассы все хорошо стало. Вот с пушек, а култи пушил. У него ситуация неплохая была. То есть, мне кажется, даже шансы были неплохие у него, чтобы продавить. Колосс очень долго живет под батарейкой. Касс продолжает давить. Есть гасты здесь. Колосс, как же, сколько уж он там ждет-то уже времени. Жесть какая. Ну, в итоге упал. И у касса природ гигантский. То есть, идет экономика сильнее. Култи у четвертой эта база важна. Просто как воздух. Как рыбе вода там, я не знаю. Потому что, если она упадет, здесь минералов уже нет почти. На мейн кончился со второй базой. Там в четыре кучки осталось. На мейне уже и четыре эти истощаются. На второй еще побольше пока что. Ну, вот. Ждем ггнчика от кулки. Здесь все понятно. Ггнчика от кулки. И... Ну, не надо, что при первом начале опять пробок убивалось. Ситуация совершенно другой может быть на самом деле, ребят. Я вам скажу честно. Так. Ну, вот это уже поинтереснее циферки пошли. Че, хост-то будет, нет? Че-то подзатянули. Так, гоу-гоу. Ну, что ж, ждем старта. Че-то пока не стартует. Че. КОНЕЦ'У. Так, ну что, вторая карта Каскулти, погнали, ребятки. Первый полуфинал Бу-3 отыграли, потому что Артуру надо было идти на лигу. А я, кстати, рекламу не пилил, вот сейчас рекламу я напиливаю, ребят. Так что помните про Адлок и подписывайтесь на премиум. Не забывайте поддерживать меня и мой канал. Всем, кто поддерживает реально на праздниках, будет успех. Успешные люди вы будете прямо на праздниках. Вот вангую я реально. Ну все остальные тоже будут успешные, но не такие прям, короче, супер успешные. Но всем удачи в любом случае желаю. Не срите на природе, не мусорите, если будете какого-то выдвигаться. Вот, на то я уже вчера наблюдал много картин. У нас тут в магните заехал, магнит на велике. Там просто такие, блядь, такие маргарины просто классические. Уже хори красная, уже синий такой, блядь, кепка, вот по классике, блин. И пиваса просто два цаху ящика уже там понесли, там, бычки, короче, в помойку, там, как баскетбол летят. Вот это да. Вот это первомайке. Короче, ребята. Все, всем спасибо, босс, еще за поддержку. Погнали. Пилон гейт. Газ в некую скейберночку култи. Здесь надо второй пилон строить, чтобы рипер не запрыгнул. Ну, здесь классу будет не обмануть, получается, култи. То есть рипером не залететь на мейн. В прошлый раз как получилось? Там не заблокировали... Ну, на той карте проходут не заблокировать для рипера запрыгивалку. Там очень много зданий надо строить. Култи полетел вперед, короче, вот. Побежал вперед адептам, оказывается, залетел. Ну, в другом направлении. Так, спасибо, 29.14 цель, 50 рублей. Братва перед... Привет Сипатому. Сипатый вам передает привет из небытия. Вот. Он исправился и стал образованным и грамотным человеком, короче, теперь. Вот. Ведет борьбу с интернет-срачем, короче. По информационной безопасности, короче, пошел. Вот. Ну, а если серьезно, то спасибо большое. И еще раз заподержусь. Короче, у нас рипер падает. Две пробки... Вот, все равно две пробки умудрился козбрить? Ну, что как-то култи рипера-то отбивает вообще? Так, а здесь что пробка? А, здесь запилила в ответ пробка. Вот где геройский юнит култи находится. Это вам не рипером халявным, да, убивать? Пробку запилила. Л-2914 поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает. Братва передает привет Сипатому. Так, ну что, 16 пробок здесь, 11 здесь. Опа, циклончик указ. А, это пуш маленький факторки, две с циклонами, кстати. Интересный очень пуш такой, я вам скажу. Очень мощный. Очень мощный пуш. Его очень тяжело отбивать, этот пуш. Ну, посмотрим, как сейчас зайдет. Так, ну, здесь один циклон, здесь один. Короче, сейчас будет 4 циклона у касса. 10 марек и 12. Так, Сэмок наберет он еще с собой, я смотрю. Здесь робо-обсервер, но... Так, нибудь я буду вдохнуть, в каком плане, чем завтра. Блин, завтра вообще, как бы, я хочу отдохнуть, а там варде викли в 20 часов вечера. Хезэ, короче, не знаю, посмотрим, короче, что, ребят, там будет. Даже не хочу загадывать пока что. Ничего. Четыре циклона, пять циклонов касса приходит. Сейчас выйдет иммортал, но... Касс пилон не покутит, а зря он не покутит. Пилон иммортал выходит, сколько же он демиджа получает, просто нереальное какое-то количество. Циклоны стоят перед мареками спереди, это ошибка, конечно, со стороны касса вот так контролить, что циклоны спереди стоят. Вычинивать, касс успевает часть циклонов, одного точнее, второй погиб. Падают сталкера, сейчас скоро иммортал выйдет у паутин, эксуса 3 есть в наличии. Но я не знаю, спасет ли здесь иммортал, потому что здесь какая-то братья целая, марек и циклоны вот на второй базе. Выходит иммортал, надо попустить иммортал обязательно только циклонов, никаких других юнитов, никаким марекам не стрелять вообще. Слушайте, ну если паутин отобьется, он похоже, что отобьется. У него все шансы здесь на нормальное продолжение, потому что у него не ксуса 3, он рабочих-то моментально восстановит всех, а у кассы вообще технологий нет практически. Вот только бараки строятся. То есть кажется, что урона много, но на самом деле можно жить вообще. Так, здесь минки делаются. Так, просят человек убавить в игре звук. Я недавно убавлял, скажите, как на фоне меня слышно игру? Вот. Нормально или убавить действительно надо? Чтоб побольше людей отписалось, как бы, а то... Пока не понимаешь, а сейчас я проверю, что там у нас. Ну давайте на... Так, вот на трешечку хотя бы сделаю. Давайте даже на 4, чтобы было 20-10, короче, ровная цифра. Так, стим-щиты у кассы, танки, здесь робот Вайлайт заново восстанавливает. Все, Култи 48 пробок, медленно больше рабочих, чем у кассы. Касс очередной выход делает. У него танк, 15 мариков, 2 мародера. А Култи не успел гейтов пока настроить, это очень плохо. У него 3 гейта всего. Еще одна батареечка пошла. Видит, Култи, кстати, циклон. Давай с филдами-то. Вот с филдами Култи. Ну что ты будешь делать, Дениска, Дениска. Что ж, товарищ, какая КСМ-ка, какой филдов потратил 4 штуки. 200 энергии, не подрезал ни циклон, ничего. Так, тут батарейки есть, батарейки лечат. Опа, дестабилизатор номер 1 готов, если удачный зал будет. Ну надо вперед выйти, танк-то засиджится, сплетанется потом КАС здесь на халяву. Ой, бам-бах, 5 мариков КАС. Ну так он их отвел, типа, ну их 5 погибло, это жесть какая-то. Так, циклон падает, танчик падает, предыдущий. Бомбить танк по сталкерам, жестко, батарейки столько, что даже против танка умудряется влечь. Еще раз, ой, фарш юниты здесь пошли. И здесь еще до мариков достал, Култи, третий, третий, так, либератор на третьей базе, третий делается, этот, как его, дестабилизатор. Гиты на мэй не открывает, Култи, здесь мало осталось вообще. Ну, дохлейший маленький. Плохо, Култи, стреляет. Спасибо за информацию. Спасибо, спасибо, ребят, всем за информацию. Короче, звук, я-то, атак, на чуть-чуть убавил, и все. Либератор минус. Ну, КАС обложился, Култи, я не понимаю. Вот почему Култи при первых залпах дестабилизаторов, что он ждал? Почему он, как бы, нормально не накинул КАСу в залпах после первого, второго, в самом начале? Почему он не прогнал КАСу? Там можно танк было выгнать спокойно, по-моему, оттуда. В итоге сейчас Либераторы, это такая осада, вот, знаю на своем опыте, хоть три, хоть четыре некоса у тебя. Если нет преимущества Дикого по грейдам и продакшну, вот так вот тебя обложили танки Либераторы с бункерами. Да хер ты выйдешь отсюда, е-мое. Ну, тут просто такие потери будут нереальные. То есть надо либо в тыл призму вести, либо что-то делать, в лоб драться, вообще нереально. Хоть такой хренат нет. Блинка есть? Чаш есть, блинка нет, е-мое. Опять Либератор, третью. Тут еще так все стоит, что, блин, на третью-то свою не пройти. Пилон впереди батареи, куда-то один пилон убить, все четыре батарейки отключится, блин. Так, то есть у нас 2.25. То есть лимита боевого касса больше, понимаете, он здесь весь и весь в осаде. То есть вот пилон падает, пулки не выдерживает, пошел на лом. Либератор минус раз, Либератор минус два, пишем ГГ, выходим. Разваливается все просто в хлам полный. Касс заходит сюда. Касс без медиваков дрался, просто элегантно, е-мое. Сейчас самое интересное. ГГ, нельзя давать тирану так обложить себя, либо можно давать, имея призму или в тылу какие-то пилоны. Причем лучше пилоны, чтобы они сразу же стояли, только ты видишь, как обложили, сразу же начинаешь какие-то контрдействия делать. Зилков на чарже в контратаху бросил на второй указ, бы офигел бы там просто. А так вот как-то печально, если честно. Так, прыгаю в игру. Ну, пока Касс как-то в одну калитку кулки шатает здесь, признаться честно. Ну, что не поделаешь. Так, про падежос говорил, помните, ребят, про падежос. Апрель кончается. Итак, я вам благодарен сильно, но надо поддерживать. Скоро май. В мае тоже будут стримы, естественно, будут стримы, пока я точно не планировал, что там как к чему, когда реквизиты любые в вашем распоряжении, они все под плеерами находятся, либо мужик через ГГ-плеер, чтобы, если хотите, чтобы он поговорил там что-нибудь, сообщение, вот есть карты, все, там есть, короче. Вот, 6 мая мой турик будет, регистрируйтесь. Кстати говоря, он на главной гудгейма висит, 67 там участников пока. Ну, сегодня тоже, кстати, на этот турик 100 было за Регена, а в итоге зачеквинили 40 отток. Так что, ребят, не проморгайте, регьтесь. Так что, ребят, не проморгайте, регьтесь. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так как залетел геликами вот как и как сейчас очень жест и да да очень прямо очень большой урон что он нанесел вообще он очень часто сейчас перейти играет пушить или как это у нас по рабочим вообще 30 рабочих у пулки но пока еще я но уже плохо все очень да еще еще на второй плане по поводу вот тут немного погибло но девятнадцать два там либера атом гелик нам они 20 пробок потери ребята но это для на самом деле для просто это такие игры выигрываются только как вот в данной ситуации это блин единственное как можно выиграть такую игру то есть надо идти что-то делать самому пусть если ты будешь сидеть это отставание настолько жестко что шансов практически и тем более против касса которые тут я еще хочу отметить тот факт что вот это игра еще можно было бы играть если был просто уже был как бы третий нехтос да то есть давно можно еще было бы попробовать вернуться на самом деле вот эти гелики вроде как как бы я вот допустим с ним играю когда мне кажется он не опасного оппонентом но когда он начинает с этими геликами из давнего и сразу как бы он становится и попасть ну реально то есть это такая страта которая она не знаю что длину легко исполняется и она очень мощно заезд гелики и country час просто их нечем то есть но кроме как контролей пытаться отбиться перехватывать что-то то есть какой то да вот знаешь что поинт играет друг денег а при заездки ли ты можешь что-то конкретное сделать особенно когда дроп то есть если это заезд еще можешь стенку построить но если это дроп а мужа стенки нет и к таймингу дропа 4 4 минута с чем зависимости от года просто даже в орбит общем то есть как это отбивать вот идеальный билд для сбития но по моему мнению конечно лучше всего это где-то оракул плюс феникс например иметь допустим феникса или даже два феникс оракул смотри быстро выжигает одного двух геликов два феникса поднимают еще двух или то есть можно быстро отбиться но такие билды с астрадитом они конечно макрон поле минусу суши паричок лук идет до неплохо так зашел но наверх танк вижен где вообще что почему я думал что он сейчас просто даст движены снизу как раз укуснет там там залпы и тогда продолжать можно было бы вот тут было такое лыну же он выглядел как бы что не сработало что два танка было у кассы просто и но два танка у кассы и 10 стал кулки попробовал не получилось вот как вам говорили об опенинга то что именно эти гелики выиграли игру кассу и они как бы выигрывают ему очень много игрочек последнее время постоянно этими геликами может быть он не выигрывает матч в целом но вот именно вот эти карты где он там последний например лиги здесь и вообще часто им не гелик наберет такая вот ситуация так ну и чё делать я не знаю может быть созвон тогда там с аверсом сделать или как вообще что сделать понять чё там да я конечно тоже не понимаю ну то есть как бы как победил он должен как бы за деньги за топ-2 ну да но как бы тех поражить то есть он вообще ушел мне там было предложение сначала матч за 3 провести но я тоже на самом ли против такого расклада немножечко просто нет я не знаю как бы по человечески если ты кому можно как бы два этих матча перенести на другой день любой когда всем удобно просто ну мне кажется это было лучше всего но мне неудобно на другой день то что турнира очень напряжённое расписание то есть премьер-лига каждые три дня другие турниры я собирался именно тренировать завтра и сейчас погода хорошая то есть москве плюс 24 1 ну блин не закат подводит всех выиграл ну вот там аверс как раз пишет а может быть что-то а на премьер-лиге кто вообще сегодня должно быть сколько там пара вообще играет дима как а сыграют просто и все там уже сыграли хилрейтер 3 0 артура играл короче им сейчас по-любому надо играть получается там плохо конечно не знаю нам что-то думать так что-то там скайп играет не пишет где мне там наружить а ты пишешь ну вот аверс как раз играет назад давай то есть опять же вот турнир основная идея турнира была качественная организация задержек лишнего да то есть сейчас переносить что-то не знаю мне кажется тоже ты можешь аверсов добавить к нам сюда к кампу например а да могу кинь его может пусть тогда так здорово он еще вроде не взял алло 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 да да короче касс сказал что он точно сейчас не сможет играть и он даже на тех луз готов но мне кажется можно перенести матч если завтра верди может играть не но слушай вот я я не я не готов за играть у меня эти выходные были выделены под турнир и завтра на тренировке ну ладно я не придется ждать час хорошо есть еще второй второй момент то есть турнир организовывался с точки зрения что должна быть хорошая организация там но все это концепция турнира поэтому я не знаю как вы хотите там решить эту ситуацию но мне там перенос на самом деле не особо нравится то есть я просто говорю ну как с точки зрения я понимаю тебя что это мне самому это часто не нравилось то есть красно подвел всех да он там не рассчитал свое время потому что очевидно было что турнир не закончится быстро и теперь я должен страдать за то что как там грубо говоря играет на каком-то другом турнире короче можно я скажу короче я предлагаю максимум Артем Артем короче я я скажу я скажу да Артур ушел походу да как бы тем более там матч за третий не получится еще есть два варианта вот просто я не знаю там мне кажется что но это мне так кажется что тебе там ну тренировки сильно не повредило до завтра но второй вариант короче это просто я по реплеям застримлю но завтра потому что я тоже час не буду сидеть ждать короче финала вот ну то есть это вы если сегодня отыграете просто никто не будет ничего знать но если там кто-то стримит то уже как бы тоже ну будет не варик если кастом стримит или кто-то ну смотри во первых я немного не понимаю твоего такого эгоизма я типа понимаю твою обиду но это да это не эгоизм второй вариант а просто у меня завтра я хочу там завтра сейки играть в 40 игр ладдер я хочу гриндить ладдер почему я должен завтра там отыгрывать какой-то матч ты хочешь выиграть эти деньги? давай хорошо тогда второй вариант вы отыгрываете завтра начинайте со счета 1-0 в твою пользу я не буду завтра играть в матч никакие я завтра буду тренироваться в ладдере с сильными оппонентами а это СНГ турнир почему я должен свое расписание завтрашнее там тратить на СНГ турнир нет я не буду то есть вы решаете как то тебе надо тебе надо отыграть один матч я тебе просто предлагаю завтра отыграть удобное вам двоим время вот я не хочу завтра тратить время на матч в чем проблема ты не понимаю как бы я пришел сегодня можно нет тогда можно вариант еще можно не завтра да сегодня не поиграем либо нет не завтра не сегодня а там послезавтра я не хочу в другой день играть сегодня играем матч я бы готов подождать и все или я не буду играть матч и причем мне неважно какое там решение по турниру и рядовыми я просто не буду играть потому что у меня другие планы не ну я точно если что не принимать вы можете вы можете выплатить за топ-2 и мне и кассу и просто деньги на первое место не выплачивать ну разница ладно хорошо тогда сыграть по реплеям я думаю помид стримит это может я смогу в свое время смотря там когда ты помид в одно время что-то денег а в том что у меня завтра день тренировочный я не буду слушай верди ты отказываешься играть и другие дни поэтому этот аргумент он нивелируется не надо об этом рассказывать сейчас я тебя понял я же тебе уже ничего не говорю сейчас смотри я потрачил три дня на турниры на этой неделе четверг я играл в Блайм потом я играл в Мастер Кап в субботу с утра потом я играл еще один турнир вечером Артем да я тебе говорю можете хоть через неделю сыграть если мы выберем датум смотри Артем короче вот я что хочу ну то есть ты немножечко неуважительно в данном плане к зрителям относишься то есть про тебя про тебя про тебя все понятно а я тут при чем игроков нет ну потому что это как выглядит ну это выглядит как я бы это матное слово сказал бы по этому плану сейчас должен матч быть я готов играть и я неуважительно к зрителям отношусь но это уже вообще роково ребят ну нет в смысле ты потому что ты как бы ну строишь тут нечто такое что тебе там мачка не сыграет я готов подождать вот только поэтому и все так ребят я сказал что я готов подождать даже тебе же сказали ну вот косяк мы тебе предлагаем сыграть другое время но со счета плюс один у тебя сразу сет тебе меньше надо будет играть я готов 0-0 играем сегодня вот сейчас через час и все а я тут при чем с к зрителям какое мое отношение потому что ребята хотят увидеть это в прямом эфире касса не получилось тебе говорят ну да косяк давай тогда тебе дадим преимущество косяк мой я не говорю что твой слушай внимательно косяк касса но тебе дают из этого преимущество определенно и ты сможешь отыграть быстрее закончить быстрее выиграть если что хочу играть скилу через неделю скажешь не выберешь день турнир это сегодня то что происходит завтра это уже не этот турнир это уже другое то есть как бы спортивный интерес я как бы дело не в том что я там уважительно отношусь просто наоборот я уважительно отношусь а ваших игроков нет ни до третьего места ни кассы и как бы я виноват ну это вообще не ребят я не знаю решайте как хотите но это уж совсем ну расповодит я короче это дичь откровенно немного мне кажется не ну смотри аверсти решать ну та только по реплеям потому что ну то есть я не буду сидеть точно что ждать да я я понимаю давай давай тогда так да они сыграют эти матчи потом мы с тобой выберем определенный день чтобы мы и стримили это одновременно так что там сначала я потом ты потому что это не будет интересно кому-то смотреть выберем день определенный и от комментируем можно даже будет вместе попробовать если будет желание я вот такое предлагаю подходит давай давай да просто нужно смотреть там как оказывается сегодня не стримят нормально да там То есть особо никто не будет результата знать, что делать. Да, да, да. Поэтому там завтра, например, можно выбрать какое-то время. Мне без проблем. Так, ну сейчас скажу. Завтра у нас что там? Ну, завтра можно там у нас... Так, Ханчжоу, Ханчжоу. 12.00. А, завтра Алима Лига тут, короче. Ну, можно, да. Я не знаю, пораньше как-то может быть, не знаю. Ну, пораньше я как бы работаю сейчас. Мне, если после четырех идеально, а если до, там тяжело уже. Ну, можно и так, короче. Ну, скажи, как-то после четырех в любое время. Я там удобно, я сколько-то, полтора часика на это выделю. Ну, да, думаю. Давай-то, я не знаю, просто можно попросить за третье в прямом эфире, например. Если Арктур есть, да, можешь отстримить. Их матч, а по репкам уже финал завтра отстримим вместе. Ну, да. Идет? Не, Арктура, Арктура, короче, нет. Я просто имел в виду, может, завтра там они за третье сыграют. Ну, это тоже надо там договариваться. Может, я поговорю с Култи и Арктуром, там будет видно. Поэтому давай я там с ними поговорю и на завтра настраиваемся. Ты там определи главное время, какое тебе удобнее, я там уже сам подстроюсь. Ну, напишу, скажи. Ну, мне так тоже, я просто буду там али-малигу перестримлю, может быть, АКМУ. А так там в любое время тоже уже в толк смогу, в принципе. Ну, хорошо, тогда в скайпе решим этот вопрос уже. Я напишу. Так, короче, ребят, ну, вы сами все слышали. Вот. Короче, ребят. Не, ну, тут я все уже сказал, как бы, то есть, это примерно такая же ситуация, как, ну, как, типа, истерику закатить, там, ну, что, там, типа, вот, получается, как бы. Играешь с какими-то там людьми, допустим, вот сейчас на GoFoSK мне раньше было, и там, ну, ты там, не было тебе там 5 минут, или просто какой-нибудь урод не отвечал, а тебе там техлуз за это поставили, как-то, ну, получается. То есть, или ты машнишь, или даже нет, такой пример, ты машнишь, как бы, против техлуз, там, против кого-нибудь СНГ игрока, то есть, у нас никогда такой хери не было, там, когда мы играли. Дело в том, что, ну, то есть, у вердоса свои, там, как бы, заё бы, вот, в голове, вот, ну, он-то здесь есть, как бы, с одной стороны, но это так, не очень, как бы, для стрима получилось, да, вот этот расклад, как бы. То есть, я такой херни, например, не понимаю, то есть, у меня такой в голове никогда не было, то есть, тема, вот это точно. Ну, у всех в голове по-разному, то есть, ребят, в общем, ситуация какая, сейчас я задержку уберу, вот, вернусь к вам без задержки.